Народная славянская радио 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 В 2014 году в Петербурге А в 2015 году Она была издана в Москве Издательством «Радович» Вот по этому труду Мы сегодня и разговариваем Хорошо Напомню также, что В предыдущих передачах Мы поговорили и о том Как зачиналось Как рождали Как свадьбы проводили И вот подошли к финалу К такому уже на сегодняшний день Ну что ж, давай не будем тянуть время И сразу переходим уже к сути нашей сегодняшней передачи Давайте Уважаемые суды и сударыни Это, как уже было сказано Пятая наша беседа Тема ухода из жизни Это же, конечно Основополагающий Один из основополагающих Родоконов закона русского духа Его строение По категории времени На котором разворачивается И нанизывается весь закон русского духа Наиболее ярко проявлен Вот В этом уходе Души, душ Человека, русского человека Славяна, русского человека Из этой жизни И показывает Вот содержательную сторону Этого явления Уход из жизни В русской народной культуре Когда мы говорим Русская народная культура То В науке это подразумевается Язычество Или родноверие Ну правильно говорить Родноверие Вот В русской народной культуре Считается Что уход из жизни Может быть Смерть от Бога И от сатаны И это Совершенно сразу Картину Обрядовую картину Дальнейшую Открывает С двух сторон В первом Случае Или скажем Во втором случае Обрядовая картина Практически Никакой нет Она заключается В том Чтобы выбросить Тело Самоубийцы Куда-то подальше С глаз долой Вот И провести Охранительные обряды От смерти А вот Если Уход из жизни По воле Божией То здесь Разворачивается Совершенно Иная картина Ну Смерть от Бога Она в русской народной культуре Воспринимается С двух позиций Бывает Хорошая смерть И бывает Плохая смерть Хорошая Считается Уход из жизни Это когда человек Сразу уходит Вот Примером Такого понимания Уход из жизни Является Жизнь Древнеславянских воинов Древнерусских Которые считали Принять Как говорится Смерть в бою То есть Наступал срок Они Шли в последний бой Они знали Что это их Последний бой Соответственно Готовились И они обязательно В этом бою умирали Вот это была Хорошая смерть А вот Плохая смерть Считается Когда человек Долго мучается И вот В этом отношении Если мы будем Говорить О Родноверии И Православном Христианстве Или Народном Православии Православном Христианстве То здесь Точки зрения Совершенно Различные В православном Христианстве Считается Что если Человек Долго Мучился То это В общем-то Благожелательная Смерть Ибо Он осмысливает Свои Грехи И так же Мучается За грехи Которые Ему Были Предназначены Ну а вот Как видим В руссконародной Культуре Совершенно Иная точка зрения И она Сохраняется По сей День И вот Любая Смерть От Бога Любой Переход От Бога Вной мир Он открывает Время Две Линии Времени Это Время Печали И Время Поминальное Это для Людей Живущих Здесь Но Вот Это Время Поминальное Время И печальное Время На светной Печали Которая Разворачивается И то и другое В продолжении Трех лет По Опорным Точкам По ключевым Точкам Они Взаимосвязаны С поведением С душой Что происходит С душой Русская Народная Культура Сам Переход И уход На тот Свет Уход из Места Места Но Главное Это Что Делается С душой И Большинство Обрядов Большинство Обрядов Они Сопряжены Вот С этим Явлением С душами Человека Но Скажем Прямо Что Обряды Которые Направлены На Захоронение Тела Они Тоже Считаются Важнейшими Но Они Это Как бы Так скажем Сень Того Что происходит С душой Вообще Считается В народной Культуре И вот Мы Когда Говорим Что Уход Души Из тела Это Умирание Вообще Это Не Всегда Так И Даже Совершенно Не Так В русской Народной Культуре Считается Например Что Когда Черный Колдун Свою Душу Отдает Сатане И Свою Истинную Душу Он Ее Отдает Но Он Продолжает Дальше Жить Творит Черные Дела То есть Как Жизнь Так Скажем Естественная Такая Вот Она У него Продолжается Мы Это Вот Пример Того Как Что Уход Души Из тела Это Не Всегда Является Так Скажем Вот Смерть От Бога То есть Это Уже Смерть От Сатаны И Человек Ходит Он Не Человек Это Уже Не Люди Вот В Русской Народной Культуре Придумано Такое Так Придумано Такое Понятие Которое Обозначает Это Состояние Но Нелюди Могут И Рождаться Мы Уже С Вами Говорили Когда Обсуждали Родокон Роженицы Родов Младенца В общем Обобщенный Родокон Бабство Что Может Человек Рожаться Без Души И И Тогда В общем Все Становится Сложно То есть Вопрос Так Скажем Вот Этот Ухода Из тела Он В русской Народной Культуре Понимается Совершенно По-своему А не так Как Скажем В Христианстве И Как В светском Так Скажем Не знаю Только Какого Света Но Вот В нынешнем Общественном Сознании Что нам Внедряет Так Скажем Средства Повсеместных Известий Которые Стараются Завладеть Нашими Нашими Душами В русской Народной Культуре В науке Сложилось Такое Мнение Что С подачи Дмитрия Константиновича Зеленина Выдающегося Русского Народоведа Второй Половины 20-го Столетия Русского Советского Член Корреспондента Академии Советских Советских Социалистических Республик Вот Он В свое Время Выдал Такое Понятие Как Заложенные Покойники Это Вот именно Люди Которые Умерли Неестественной Смертью Умершие Раньше Срока Это По Народной Культуре Плохая Смерть Так Скажем Неизжитой Жизни И В общем-то Обряды Обряды Они Совершаются В полной Мере Так Как Это Предписано Русской Народной Культурой Очень Вопрос Интересен Перехода На тот Свет Детей Мы Уже Говорили О том Что Когда Младенец Нарождается И его Старается Ну Смотрят По его Состоянию Если Он В хорошем Состоянии В хорошем Здравии То Его Ими Нарекают Или Крестят На сороковой День Или Позже Ну Нарекает В любом Случа На сороковой День Старается А вот Если Он Младенец Плох По своему Состоянию То Здесь Его Уже Ими Нарекают Или Сразу же Или На второй На третий День Зачем Это Делают Как Это Связано С Переходом Ну Считается В русской Народной Культуре Что Если Младенец Некрещеный Умер Некрещеный То тогда Его Душа Это Ангел Светлый Ангел Ангелочек Вот Поэтому Так Скажем Вопрос Вопрос Именно Речения Вопрос Крещения Правильность Крещения Крещения Можно молиться, можно отмаливать, если он, не дай Бог, как говорится, уйдет в мир, но и он останется в роду. А мы с вами говорили, что русская народная культура, то современные научные понятия о народной культуре, на которых и стоит сегодня наука, передовая наука России, не западная, а передовая наука России, она стоит на том, что есть крестьянские родовые культуры. И в этих культурах сами культура образуется тогда, когда эта культура, эта сообщность людей, объединенная верой, кровью, плотью, она способна обращать души по многу раз на своем древе рода. Она способна их сюда вселять, она способна провожать и по необходимости опять сюда возвращать. Вот исходя из этого и идет борьба за души людей. Поэтому вся обрядность, которая связана с родинами, со свадьбой, с уходом в иной мир, с печалью, она, собственно говоря, направлена на то, чтобы душу оставить в своем роду и работать с ней, доводить ее до того уровня, который требует род. И вот, когда, собственно говоря, если мы посмотрим, а что же получается по умолчанию, что душа, она вселяется в лошадей, что это означает по умолчанию, как это вообще понимать. Собственно говоря, здесь понятие очень простое, то есть душа начинает восходить с какой-то своей животной ипостаси. Мы знаем, что, как говорится, мир, так скажем, животное тоже обладает душами, но это не искра Божья. Там души совершенно нового мира, они вечно не вращаются. Но вот каким-то образом русская народная культура соединяет эти понятия в единое. А может быть, просто говорит, что этим определением, что душа уходит из рода, значит, как говорится, трудиться куда-то непонятно на кого, на того, кто запряжет эту лошадь. Конечно, давайте немножко сейчас вот оторвемся от души временно и поговорим о погребении. Погребение в русской народной культуре, погребение тела всегда, или, так скажем, в науке погребение рассматривается с тех позиций, что вообще неизвестно, когда заканчиваются обряды погребения, когда хоронить надо. И считается, ученый мир пришел к мнению, что это незаконченное явление, оно неясное. А почему, тоже непонятно. И вот, разбираясь с этим вопросом, я пришел к такому мнению, что, ну, что неясное, что на первый день хоронят, на второй, на третий, на седьмой, на двадцатый, или на сороковой день тело захороняют. Вот эта вот, собственно говоря, неясность, она и сегодня присутствует. Если мы коснемся, а мы ее касаемся, этих вещей в полевых исследованиях, то видим, что люди в этом отношении, так скажем, так, как придется, в общем. Ну, где-то установлено на третий день, ну, если на третий, на второй, там, зимой попозже могут, летом пораньше, вот, так скажем. Но в любом случае, в любом случае, обязательно по русскому народному обряду, по русской народной культуре, душа обязательно, человека уходящего из этого мира, должна ночь, ночь пробыть, находиться в родном доме. Вот это обязательно. Это уже, как бы, вот, считается обязательным. То есть на второй день похороны на первый день никогда не совершаются. Существуют такие мнения, я скажу это, как бы, так скажем, ну, среди тех людей, которые не занимаются вопросами перехода на тот свет, что, вот, мол, это христианство выдумало погребение, что это с христианством прошло. Ну, вот, собственно говоря, это, конечно, я бы ее назвал безответственным или глупым мнением, что ли, потому что и у арийцев были погребения, мы знаем это очень хорошо в андроновской культуре. И вся Европа, так скажем, во всей Европе до начала первого тысячелетия нашей эры захоранивали, захоранивали, собственно говоря, в различными способами, видами, то есть не сжигали, а захоранивали землю. Там, скажем, в склепах каких-то, в срубах или еще каким-то образом. Но костяки находят, археологи находят и датируют их, как говорят, старым, третьим тысячелетиям до нашей эры, более ранними, вот, более поздними сроками, то есть задолго, задолго до христианства это существовало. То есть вот это вот такое расхожее мнение, это просто-напросто, ну, когда ты не касаешься этого вопроса, когда не читаешь академических, университетских трудов, сам не занимаешься этим вопросом, вы думаете, да, да, и вот начинает, как говорится, вот эту вот пороть горячку, как говорится, ахаивать христианство там, где не надо, забывая, как говорится, про истинное положение дел. То есть христианство в этом вопросе принесло, захоранивая человека в землю, принесла одну из ветвей, одну из линий, существовавших очень давно-давно-давно в человеческом мире. И вот погребение у нас, историю вообще, исконным считалось погребение на сороковой день. На сороковой день. То есть если мы почитаем с вами труды наших историков, то мы увидим, что цари, русские цари, их отпевали до сорокового дня. Они лежали зимой в ледниках, так сказать, находились, обложенные льдом, крапивой. И дяди, попы читали по ним денно и нощно. И, в общем-то, на сороковой день только совершались, собственно, похороны. Но сороковой день – это одна из основных ключевых опорных точек, собственно, проводов души. Один из обрядов проводов души, который совершается на сороковой день. Если мы посмотрим дальше, вглубь истории, опять немножко чуть ниже, опустим, что скифы, мы увидим, что скифы, наши предки, хоронили своих сородичей и царей, и простых людей на сороковой день. То есть, вот, это сохранилось хорошо по истории, она описана различными историками скифские похороны, а свои мы сами знаем. И здесь мы видим, вот, эта линия, которая духовная линия, она показывает, что скифы – это, да, наши предки. Ну, погребали, вообще, тему, которую мы с вами сегодня затрагиваем, она, конечно же, безмерная, широкая. Поэтому мы только основные, так скажем, обряды затрагиваем, и очень кратко. Ну, вот, погребали, конечно же, обряд сам погребения я рассказывать не буду, если вопросы появятся, я расскажу, так скажем, подробно этот вопрос. Ну, вот, что интересно, что самоубийц, утопленников, удавленников, а, как видим, уже категория разная. Самоубийцы и удавленники это, как бы, сами приняли. А вот утопился – это, может, и не по собственному желанию. Но все, всех их хоронили, и до настоящего времени во многих местностях сохраняется, что их хоронят или за оградой Погоста, или ближе к Канаве, или в самой Канаве. Раньше их вообще просто выбрасывали в оврах, и, как вот у меня говорили, как говорится, русские люди, славяно-русы, и Зеленин это хорошо описал, их просто забрасывали ветками, так скажем, и, в общем, они так, собственно говоря, заканчивали свое бытие в этом мире таким образом. Вот с этим явлением, с захоронением умерших, так скажем, смертью от темных сил в 20-е столетие очень сильно боролось. И марксизм и ленизм, конечно же, приложил очень много времени для того, чтобы и отбить у людей знания, особенно в городах, и потому что здесь своих погостов нету, никак это в крестьянской родовой культуре свой погост существует, и люди знают, как обращаться, как говорится, передают из поколения в поколение. То есть здесь их смешали, так скажем, и в селах сейчас уже начали во многих умерших вот этих самоубийц хоронить со всеми вместе. А это недопустимо. Вообще этому посвящена широкая литература, университетская, академическая, и там как бы вот эти вещи описываются. С позиции духовности русского народа это ведет к смешению вверх-низах, к смешению сил тьмы, как говорится, с нами живущими, и они проникают в наш мир, и они затягивают нас вот в этот темный мир. Поэтому вот то, что мы говорим сегодня о родосгоне, совершилось в 20 веке по отношению, а раньше она началась по отношению к русскому народу, то есть уничтожение русского духа. Это многочисленные, миллионные, миллионные жертвы русских людей. Они, конечно, сопровождались еще и тем, что вот происходило, сопровождалось вот этими обрядами, действиями темных сил. Они совершали темные обряды. Кстати говоря, здесь не только поработали, так скажем, успешно коммунисты, но здесь поработала и русская православная церковь, потому что, в общем-то, она тоже на определенных временных отрезках своего действия тоже, собственно говоря, на это смотрела сквозь пальцы, так скажем, и зачастую как бы пощеряла, чтобы все хоронили в одних оградах. То есть вот, ну, мы все же скажем, основная позиция это здесь марксизма-ленинизма, который не признавал души, не признавал Бога. Ну, это просто полностью власть темных сил была в это время, как говорится, безбрежная, и они ее втаскивали в наш мир. И вот, совершая многочисленные, многомиллионные убийства славяно-русов, представители сил тьмы, конечно, использовали все возможности, которые предоставляют силы тьмы в их распоряжении по уничтожению светлого духа русского народа и его, собственно говоря, тела в виде родов и общин нашего народа. Поэтому сегодняшнее то, что вот произошло, она, конечно, вот это вот смешение, она оказала свое действие. Мы еще не знаем, как оно оказало, так скажем, на уровне духовного взаимодействия, но вот я это говорю, что силой тьмы просто им открыли врата в наш мир, и они стали захватывать наши души. Но нужно здесь исследовать вопрос, это общее, так скажем, обобщение, общее положение. Но здесь нужно проводить исследование на тонком таком уровне и рассматривать с более широких позиций, с углубленных позиций, чтобы понять, чтобы предотвратить это, потому что сегодня перед русским народом стоит задача сойти с колеи смерти, выйти с родозгония, так скажем. И нужно понимать, почему она произошла, как она осуществлялась, и что сегодня нам мешает, как говорится, пока еще мешает, потому что мы продолжаем вымирать. Как нам все же окончательно остановить продолжающую родозгонию под разными, как говорится, видами она сегодня тоже производится. Она продолжается. Конечно, я говорю, что русский дух одержал победу в конце 20-го столетия над силами тьмы, несомненно. Но еще силы тьмы достаточно крепко держат в лапах наш народ. Мы еще окончательно из него не вырвались. Мы сделали решающий шаг, но еще нужно делать шаги, чтобы вырваться из лап смерти, так скажем, темных сил. Ну вот я предлагаю, если вы не возражаете, давайте сделаем песенный перерыв. Песенный перерыв по простому, привычному паузу, да? То, что иностранное. Хорошо. Перерывчик делаем. Хорошо, сделаем небольшой перерывчик. Чуть-чуть раньше запланировано, но раз просишь, давай сделаем. Итак, 4 минутки у нас есть. Можете запастись чаем, позвонить своим друзьям, знакомым, сказать, что у нас идет интересный эфир, и чтобы ваши друзья и знакомые подключались к нему. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 апреля 2016 года пятница, по одному из старинных 11 день месяца посева и наречения 7524 лета четверик. Радакон «Переход в иной мир». Такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Павел Иванович Кутенков. Ну что, я не буду занимать долгими расспросами что и как, а предлагаю дальше продолжить разъяснять. Пожалуйста, Павел Иванович. Ну да, давайте продолжим нашу беседу или, так скажем, краткий рассказ. И опять же, давайте обратимся к такому расхожему понятию погребальной одежде. Сегодня, конечно, в городской среде это, так скажем, уходит из жизни, а в сельской, в народе это очень развитое явление, и оно имеет свое содержание. Но у нас в науке, так скажем, смешались понятия смертной и погребальной одежды, и зачастую они не различаются. Вообще, этот вопрос, прямо скажем, разработан очень слабо в науке, ну, в силу различных причин, так скажем, в силу осуществляемой родосгонии против славяно-русов. И вот он практически неосвящен. Вот когда был открыт закон русского духа, тогда многие вещи стали понятны, и, собственно говоря, и вот это явление, одежды погребальные и смертные, они тоже внесли некоторую ясность. Итак, смертные. У нас зачастую говорят, говорят, вот смертный узел, ты приготовил или нет? Ты как там, у тебя узел в какой-то там, так скажем, в Брянске, в Воронеже, в Сумскове области? Говорят, ну что ты, смертные готовы или в Пскове? А смертный узел, узелок как ты готов? Да нет, еще не готов. А смертный, это смертный узел. В смертном узле лежат погребальные одежды. Обычно погребальные одежды. Ну, мы сейчас коснемся, что там лежат. А вот смертные одежды, это совершенно ноя. Смертные одежды, это то, в чем умирает человек. Когда человек начинает готовиться к уходу на тот свет, ну, он сам знает, или, как говорится, родственники видит он, смотря в каком состоянии находится, то его одевают смертные одежды. Что они себе представляют? Это особо заготавливаемые одежды по своему знаковому уровню, по своей знаковости, знаковому содержанию. Это те одежды, в которых человек обычно, так скажем, выходит в люди. Ну, раньше, скажем, на воскресенье ходил в церковь, на какие-то беседы ходил, так сказать, не на праздничные. Вот. То есть, это вот хорошая такая одежда. И вот она сготавливалась на смерть, такая одежда. И его переодевали в эти одежды, или он сам переодевался, и, собственно говоря, в них происходило его прощание со своими родичами, соседями, со своей общиной. Это вот смертные одежды. И что, как, затем, куда они уходили, эти одежды. Ну, естественно, потом человека раздевали из этих одежды. После того, ну, обычно часа два-три, как говорят, как он застынет, человек. Вот. Его снимали эти одежды. И обмывальщики, обмывальщицы, мужчины обмывали мужчины, женщины-женщины, баб-баб, девок-девки. Вот все это в народной культуре обязательно различается. И эти одежды с него снимали. И куда шли эти одежды? Это очень интересно. Вот эти одежды, ну, если уже пришлось, так скажем, не всегда же человек может умереть так, что вот спокойненько, так скажем, мы сейчас говорили, что может быстро умереть как-то, да, и не приготовился, сам не чаял, как смерть пришла. Вот. Если они были грязные одежды, туда их стирали, эти одежды, и они были пригодны для дальнейшей носки, то их носили. И одежды, которые вот постирали, и одежды, которые были хорошие, не надо было их стирать, все эти одежды обладают большой, так скажем, духовной силой. И когда их люди дальше начинают носить, носить, а их носили, да, то они, считается, защищают от напастей, защищают от болезней, несут выздоровление. Поэтому вот вопрос смертной одежды, он в руссконародной культуре имеет, говорит, широкое понятие, широкое значение, и в сельских местностях, в крестьянских родовых культурах им хорошо пользуются. Считает, что и так люди знают об этом, ну, например, в селе Чернава крестьянской родовой культуры Рязанской области, там считает, что вот кроме того, что оно приносит выздоровление, здоровье дает, вот эта одежда, она защищает на суде. То есть вот кто-то умер у соседей, а, как говорится, соседу нужно идти на суд. И он чувствует, что дело такое, что справедливость ему трудно добиться. Тогда он идет к соседям, говорит, ну, соседке говорит, дайте мне там одежду Ивана Ивановича, рубашку или портки его дайте. Надевает, и в этом случае решение, как говорится, справедливое решение обеспечено. Он понимает, что свою вину, так скажем, но он ждет справедливого решения. Или он не виноват, тогда вообще его оправдывают. То есть вот такое воздействие, вот эта одежда, она обеспечила хождение в русской народной культуре. Поэтому, когда мы смотрим «Свадьбу в Малиновке», вспоминается мне фильм, и там этот Пуговкин снимает сапог с убитого и надевает. И типа говорит, что-то подходит, не подходит. То есть это вот снять с мертвого, в общем-то, и одежду носить, это считается вот хорошим явлением в русской народной культуре. Есть другие случаи, если одежда плохенькая, то ее на три дня выносят куда-то на двор, а потом ее могут сжечь, могут ее в землю закопать. Или, допустим, как в ряде селений Рязанской земли, ее пускают по воде на третий день или на сороковой день. Это тоже очень важные дни, третий, особенно сороковой, в котором приурочиваются проводы души, мы сейчас о них будем говорить. И одежда тоже самое, вот это уходит. Ну, если она уже, говорит, не может служить дальше людям. То же самое наделяется теми же смыслами, значениями, теми свойствами, правильно сказать, подвязки. То когда человек уходит из тела, то руки, ноги связывают подвязками, а также подвязками связывают и подбородок. Вот три подвязки. Вот эти подвязки, они наделяются точно такими же возможностями. И их в сельских местностях, как говорится, подвязки сняли, человека, как говорится, закопали, подвязки убрали и в карманы их убрали себе. Ну, бывает, что не все знают или как-то в таком состоянии, что не просмотрели, не увидели, то в этом случае эти свойства, они имеют, это одежда, эти подвязки, это средства. Средства взаимодействия с иными мирами. И, как говорят люди, могут кулдыными воспользоваться. Поэтому в ряде местностей их, конечно, так скажем, просто берут и кладут в гроб рядом с покойником и закапают. А в других очень внимательно наблюдают, чтобы кто-то посторонний не взял их и не использовал в корыстных, темных, так скажем, целях. Поэтому вот эти вещи, когда, как говорится, происходят, за ними нужно, конечно же, смотреть и за ними смотрят. И вот тут погребальная одежда. Погребальная одежда, то есть мы понимаем, что погребальная одежда это в том, в чем человек уходит на тот свет, собственно говоря, его тело. Она, конечно же, отличается от смертной. Погребальная одежда это годовая одежда. То есть это одежда высокого уровня праздничной, самого высокого, который существует в русской народной культуре. А мы с вами говорили, существует три уровня. Годовой уровень, праздничный, маленький праздник и воскресные, расхожие дни. Так вот, годовые, а на годовом уровне там еще четыре степени годовых существует. Вот именно в высшей степени, высшей степени, высшего уровня, четвертого уровня, вот эти одежды заготавливаются на погребение. И в них человека захоранивают. Вот они складываются в смертный узел. Но в смертный узел складываются не только одежды, а туда заготавливается то, на чем будет читать читалка, отчитывать. Под решето, на решето полотенце, которое вывешивается или на углу, там, скажем, переднего, на переднем углу или, как говорится, дома у окошка вывешивается. Скатерть, за которой будет вести беседу, в которой сидят люди, собираются, покуда тело здесь находится. Ну, и на остальные дни на лавку заготавливается полотно. Занавесочки белые заготавливаются. Заготавливаются подарки, которые дарятся на сороковой день. Это обычно или ложки, или полотенца. Заготавливаются полотенца, на которых будут нести покойника. Ну, это могут быть и общими, кстати говоря. Заготавливаются полотенца, которыми будут обвязывать руки людям, которые несут гроб с телом. В общем, заготавливается большое количество вещей, которые определены русской народной культурой. Ну, конечно же, самое важное здесь одежда. Какая одежда? Вот здесь вот в научном мире у нас, так скажем, просто отсутствует, я скажу так, отсутствует исследование. Сегодня наука считает, что она так и есть. Она так и есть. У нас нет ни по одной земле, ни по одному краю, ни по одной области. Если мы скажем, допустим, существует у нас сегодня 80 с лишним в России краевых областей, то по-русскому нету практически ни по одной области. Наверное, только по-смоленской можем сегодня сказать. Вот Москва выписала там двухтомник, более-менее где-то она исследовала, так скажем. Ну, неплохо исследовала вот этот вот обычай. А по-другим у нас просто, так скажем, огромное, ну, огромное-неогромное, достаточно большое количество кратких статей описывающих то или иное явление. А обобщающих работ по краям у нас нету. И это очень плохо, поэтому мы не знаем, собственно говоря, вот о своей духовной истоке и как, собственно говоря, выполняется закон русского духа по тем или иным землям и краям, по христианским родовым культурам. Поэтому одежда, она полностью сопряжена с законом русского духа, и она имеет возрастной характер. То есть в каком возрасте, в каком состоянии, в каком статусе, в каком положении человек уходит на тот свет, в такие одежды его одевают. Это я о чем говорю? То есть младенца одевает младенческое. Девицу хоронят, если она, так скажем, вышла в возраст невест, а это уже девица, да, то ее хоронят под венечном, в посадской одежде, в белой одежде, в белых одеждах. И таких невест обычно все, ну, и те, которые участвуют в похоронах, они одеваются тоже во все белое печальное, на светной печали, подпоясываются всем белым. И даже вот если невеста умирает, то ее несут девки на белых холстах. Это в белом гробу на белых холстах все белое. И все в мощных таких знаках с яркими свастиками. Эта картина просто-напросто впечатляющая. То есть вот уход девицы в расцвете сил из этого мира. Ну, тут еще ряд особенностей есть. Захоронение невест. Он везде. Допустим, обязательно должен парень идти за гробом. Обязательно ей на руку кольцо надевают. Вот. Как бы венчальные. Вот. Это очень такой интересный момент. Но мы сейчас на нем останавливаться не будем. Дальше. Если умирает молодая баба, то она в годовых одеждах своих, которые ей положены, так одевает. И так дальше по возрастам. В головных уборах всех, которые ей положены по статусу и возрасту. Вообще все одежды, головные уборы, пояса, украшения и обувь. Ну, есть, конечно же, различия. Если касаться этого вопроса подобного, то есть различия. Головной убор, да, тот же остается. А вот в ряде местностей украшения могут не надеваться. Поясной убор одевается особым образом. Тоже может не весь состоять. Так скажем, могут готовиться особые пояса для перехода на тот свет. Подпоясываться. Обувь тоже очень интересная. В ряде местностей, ну, допустим, скажем так, Белгородская область, Алексеевский район. Глуховская культура, крестьянская, казацкая, боярско-казацкая. Это культура боярско-казацкая, казацко-боярская культура. То есть она образована казаками и детьми боярскими. Там могут хранить просто в чулках. Ничего не надевают. Ни валенки, ни коты, ни лапти. В других местностях надевают только валенки. Допустим, на северную старобрядцев есть в местности. Обязательно хоронят, как говорится, человека просто у старобрядцев. В саван заворачивает, обязательно валенки надевает. Ну, в большинстве местностей, конечно, запрещено хоронить в сапогах подбитыми гвоздями. Железо не допускается. То есть вот есть свои особенности, есть свои особенности вот в этом уборе. Если про, говорим, допустим, Смоленск, то мы знаем, что в Смоленске там обязательно покрывается наметкой баба. И эту наметку ей дарит, вот дарит ей эту наметку ее снаха на свадьбе. Это вот почетный считается подарок, как говорится, матери от снахи. И она ей покрывается. А ту наметку, которую ее приняли, она может положиться под низ. То есть вот так двумя наметками, как говорится, с чувством выполненного долга человек уходит из этого мира. То есть в погребальной одежде мы видим все проявления, все значимости, которые человек связывает со своей жизнью. То, что ему уготовано судьбой. То есть в этой одежде мы видим великое достоинство русского человека. И возникает вопрос. А когда, с какого времени заготавливается смертный узел? Ну, это частый вопрос такой задают. Вопрос этот понятен. Вот ребенок еще не родился, а девка уже, собираясь замуж, готовит родильные наметки. Вот в эту родильную наметку дитя рожается, его принимают. И этой родильной наметкой, если он мальчик, его покрывают, когда он умирает. То есть вот человек еще не родился, для него заготовили судьбу. То есть это вот знаковое явление, которое очень интересно, которое очень значимо, которое проявляется на уровне нити судьбы. И влияние матери, влияние рода вот на это явление. Оно еще раз нам подтверждает, что духовной жизнью в христианских родовых культурах, боярских, царских культурах родовых управляли. И управляли достаточно целенаправленно и жестко. Конечно же, в погребальную одежду входила посадская одежда. То есть это когда невеста сидела на посаде и, собственно говоря, свадебная одежда, рубаха жениха. То есть вот эта рубаха имеет в виду, как правило, рубаха или покрышка, которую покрывали невесту, когда ее передавали жениху, когда вот это совершался пороговый переход, о чем мы с вами говорили. Вот эта рубаха, она практически во всех местностях, она входит в смертный узел и входит в погребальную одежду. Если она, конечно, не подходила, а часто так бывало, что уже, как говорится, что она была девочка тонюсенькая, осиночка, березочка, вот, белоствольная, а уже годам, как говорится, к 80-90, когда уходила, она уже становилась, как говорится, бабой, ее три мужика не обнимут за один раз. Поэтому эта одежда, которую заготавливали, все же она могла и не подходить. Хотя одежда зачастую народная, она и безразмерная, видимо, исходила вот из этих вещей. Но, тем не менее, тогда эту рубаху обязательно клали вместе, клали в гроб, собственно говоря, и захоранивали. Я уже говорил о таком явлении, как вот заготовка голянок, погребальная горя, голянок в чернавской крестьянской родовой культуре. Если мы знаем, что на святке это большой праздник в русской народной культуре, каляда, собственно говоря, идет здесь, и калядные дни, святочные дни, здесь нельзя работать, категорически запрещено, то вот в чернавской крестьянской родовой культуре девки в это время заготавливали себе на погребение голянки, белые строчные. Это тоже показывает отношение человека к своему бытию и к своему уходу. То есть это по пословице «береги платье с нову, а честь с молодую». То есть все знали, что из этого мира надо уходить, и уходить надо достойно. Уходить надо достойно, потому что достоинство и честь – это основное понимание бытия русского человека в этом мире. И вот, конечно же, когда мы видим, что человека одевают в белое, так скажем, ну, молодая баба умерла, 25 лет, как говорится, или 30 лет, 5 детей оставила, она в самом расцвете, в самом соку, еще бы ей шок 10 порожать детей, она вдруг уходит из этой жизни. Тогда вот одевают на нее вот это белое венчальное и вот эти все красно-зеленые родославные одежды. И возникает, собственно говоря, шум. Шум. Знаковый шум возникает в одежде, возникает знаковый шум. Это очень интересное явление. Знаковый шум у нас возникает не только в погребальной одежде, он у нас возникает и в посадской одежде, он у нас возникает и у роженицы, то есть вот когда согласно закону русского духа осуществляются переходы, вот, то в одежде может возникать различного рода знаковые шумы. Ну, это отдельная большая тема, но здесь она вот наглядно проявляется. Вроде белая одежда, а тут вдруг все красное. Почему это? Ну, ответ здесь очевиден. Ответ очевиден, потому что эта одежда, она наделена силой, как уже мы видели из смертной одежды. И вот эта одежда, которая присутствовала при одной смерти, когда невеста умирала в роду отца и рожалась в роду мужа, она уже, она сохранила вот эту вот духовную силу, она напитана вот той вот силой, этой перехода, и она помогает невесте дальше осуществлять переход. Но мы об этом еще скажем чуть ниже. Конечно же, обычно еще сохраняли вот посадские покрывала, они с ергами, допустим, в Чернавской крестьянской родовой культуре, это покрышки, которыми невесту покрывают на свадьбе. Вот, с ергами, с такими крупными свастиками. И вот считается, считается просто почетным, если у невесты вот такая вот покрышка есть, и ее покрыли вот с ергами, именно на лицо. Они же могут заготавливать другую покрышку. То есть покрывается как бы голова, вот кроме головного убора, что она двумя там платками повязывается, или там на нее соответствующий поводник надевается. Кичка вот еще покрывается вот этим покрывалом с ергами. Это считается, ну, просто-напросто, как говорится, верх совершенства, что баба хорошо подготовилась к переходу на тот свет, и люди приходят, смотрят. Вообще в руссконародной культуре принято, когда покойника обмоют, оденут его, уберут. Вот, все уже приходят и смотрят, как убрано. Как говорится, посмотрят, как говорится, подойдут, поглядят, рассмотрят, все покрутят, повертят, и потом выносят оценку. И это вот такое отношение в русской народной культуре считается общепринятым и считается правильным, потому что люди дают оценку. Ну, собственно говоря, смотрят за это род, потому что душа, она потом может прийти, как говорится, в другую семью, как говорится, на другую улицу. А старухи-обрядницы, говорится, старухи-повитухи, это целое сообщество, и вот общество, оно, род, за этим делом смотрит. Есть такое явление в русской народной культуре, как снабжение уходящего в иной мир какими-то личными вещами. И это широко распространено. Ну, допустим, портному кладут ножницы, рукодельнице, там вертяно положат, плотнику положат там топорик или стоместку, или еще чего-то, кузнецу там, как говорится, какие-нибудь его клещи положат, или, как говорится, хорошо откованный, там, гвоздь его, как образец, который он держал. То есть, вот каждому, кто владел каким рукоделем, делом ведал, ему это, как говорится, вот в гроб снабжали его на тот свет. Павел Иванович, музыкальная пауза у нас напрашивается. Давайте, хорошо. Хорошо. Мы про вот эти подарки еще коснемся, я думаю. А мы вернемся сейчас. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 апреля 2016 года пятница, по одному из старинных 11 день месяца посева и наречения 7524 лета четверик. Родокон, переход в иной мир, такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Павел Иванович Кутенков. И вот мы про подарки заговорили, что каждому ремесленнику дарился подарок, клался в гроб или в домовину, как еще правильно, наверное, говорить, из его ремесла. Но до этого, когда мы говорили про одежду, то одежда исключала в себе присутствие металла. То есть гвоздики там и так далее. А тут мы сказали, что в домовину клались и серпы могли классы, и киянки, и молотки, и рубанки, и топорики, и что угодно. Нет ли здесь противоречия? Ну, это вопрос уже пошел. Ну, это вопрос от меня уточняющий, да. Здесь противоречия нету, потому что это то, что человек надевал на себя, а это то, что его сопровождало. Если мы посмотрим на младенца, когда он рождался и 40 дней лежало на печи во тьме, и никто на него смотрел, то оберегами у него были что? Оберегами свеча огорело, портки отцовские, нестиранные, и, конечно же, мог класться ножик, тоже железный. То есть вот мы здесь совершенно видим четкие, так скажем, две позиции, которые нам показывают, что закон русского духа и его составляющий, проявленные в обрядах вещах, в обрядах они едины. И здесь это в данном явлении, это что показывает, вот эти, так скажем, это показывает, ведь считается, почему вот человека одевают согласно возрасту и статуса его, да, и это мы видим, собственно говоря, и у военных, у них там, ты ушел, допустим, в 40 лет в запас капитаном, а, извините, на тот свет ушел, как говорится, в 100 лет, или в 90, или в 80. Вот сейчас еще у нас, говорят, старые бойцы, которые нацизм гранили, громили, так что, они еще живы, и здравствуйте, дай бог, чтобы дальше здравствовали. Ну, как они ушли, звание там лейтенанта, так вот, согласно воинских обрядов, их положено, как говорится, провожать тот свет в этом обличье, в обличье лейтенанта. И здесь мы тоже самое видим, это очень древние искренни, славяно-русские, и поэтому человек, он на тот вид, на тот свет предстает перед своими сородичами, именно в том статусе, в том виде, чего он достиг. Одежда показывает, и его так шер, вот он, он портной, всю жизнь обшивал людей, он кузнец, он ковал счастье, как говорится, зримое и незримое в этом мире. Это пряха, она всю жизнь пряла, как говорится, одевала, обувала свою семью, тащила лямку, вот это вот, как говорится, груз, такой вот невидимый, мужикам зачастую непонятный, но в роду-то разбирается, поэтому вот эти вещи, это были, как бы, так скажем, принадлежности, и вот, настолько сильная искренница, им в этом отношении, допустим, в 1900, ну, где-то в начале 20-го столетия, Добролюбов такой был, так скажем, писатель, сочинитель Рязанский, он написал книгу, историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской губернии, и вот он там про Чернаву пишет, вот, мол, Чернаве, значит, был очень уважаемый священник, и у них была очень древняя псалтырь, и его похоронили, вот, как говорится, безумные, необразованные, вот с этой псалтырии, захоронили, вот, это мы сейчас можем прочитать, то есть, и тут, собственно говоря, ну, люди хоронили, и, собственно, священники хоронили, все знали, так скажем, то есть, вот этот уровень, да, уровень, так скажем, крестьянской родовой культуры, вот это священнический народного православия, в которое включены были попы, собственно говоря, полностью они были включены, за редким исключением, потому что община, в общем-то, их нанимала, община ими управляла, так скажем, не смотря ни на все, вот, и он это объявляет, типа, вот это дикий случай, а на самом деле, это не дикий, это исконное родноверие, и, собственно говоря, вот так вот, как бы, такой он случай описан, он показывает, что именно народная культура, она проникала во все, и вся, потому что там были смыслы, и смыслы же какие, вот в этой одежде, в этих принадлежностях, то есть, одно дело представить перед родом, так скажем, то, что ты достигнул, второй, и смысл они показывали, второй уровень, что изжил ты жизнь свою, не изжил ты жизнь, что ты делал, как говорится, какие за тобой долги, куда тебя поместить, на какой уровень, так сказать, и где ты дальше пригодишься, то есть, это вот такие вещи, которые, так скажем, помогали разбираться на том свете, а там это дело делалось, судя по рассказам, носителей русской народной культуры, еще существует в русской народной культуре, это обряд передачи вещей на тот свет, он повсеместно существует, и сегодня это, ну вот похоронили человека, похоронили, а что-то положили ему положить, или одели что-то не так, но в силу различных обстоятельств, повязали не тот платок, надо повязать белое, как говорится, полотенце, покрышку, что там в переднем углу висело, называется набок, к примеру, опять же, в той чернаве, вот, а в силу различных обстоятельств не могли, и вот тогда, как говорится, покойник начинает ходить, требовать, верните, отдайте мне, или там, не то обувь, или не тот ремень, подпоясали, всякое может быть, вот, и покойник начинает требовать, и тогда, собственно говоря, совершаются два действия, ну, с первым, уходящим на тот свет, в гроб, скажем, кладут тот платок, тот повойник, ту покрышку, тот ремень, то есть, то, чему не хватало, не хватало, как говорится, что забыли, что не сумели сделать, как говорится, вот, систему, ушедшему на тот свет, и тот ему передает, и после этого, собственно говоря, видение, сны прекращаются, или они уже по-другому смотрятся, вот, это очень распространено, это в любое селение, вы поедете, где это, как говорится, у нас сегодня обряды сохраняются, вам приведут, и в разных, начиная от Архангельска, заканчивая Сумской областью, Украиной, Белоруссией, вам будут рассказывать подобные вещи, потому что они встречаются повсеместно, и люди это у себя отмечают, а когда они касаются непосредственно человека, то, так скажем, это запоминается, от этого никуда не денешься, это тоже говорит о том, что связь между ушедшими на тот свет душами и живущими здесь, она непрерывная существует, и делать нужно так, как положено, чтобы не прерывать вот эту ниточку, которую нас сегодня, которая нас в 20-м столетии очень сильно затянула в родосгонье. Ну, несколько слов скажем, все же люди часто боятся покойников, и вот что нужно делать, ну, русская народная культура рекомендует, ну, после похорон заглянуть в печку, заглянуть в потопол, посмотреть, очень распространено взять, как говорится, тело за голое место, за руку, за ногу, подержаться, вот, при захоронении советуют посыпать землей, там, грудь, спину потереть, из могилы, вот, в которой его выкопали землю, ну, и много других способов, но это снимает страхи, потому что, когда пообщаешься с людьми, говорит, да, вот боялась, там, похоронила сестру, или похоронила мужа, не могла выйти из дома никуда, вот, боялась и все, ну, и, как говорится, пошла там к соседям, они сказали, да вот это, вот это сделай, да и все, и все, точно, говорится, сделала, как говорится, и все, говорится, и все, Бозня всякое прошло, То есть в руссконародной культуре, кроме, так скажем, обрядности, направленной на правильную проводу Еще существуют проводы от боязни, проводы от смерти Ну, допустим, после выноса гроба берут топор, подсекают, так скажем, в порог втыкают его Или в лавку втыкают, так скажем Ну, говорят, что вот это лавки, эти же табуретки опрокидывают Много таких действий направлено на то, чтобы покойник смерти не пришла в этот дом обратно Чтобы покойник не возвращался и кого-нибудь с собой опять не забрал Ну, тоже вот это раскидывание зеленых елочек, так скажем, осеночек, ветвей за гробом Это сейчас распространено Это и в городе, кстати говоря, делается зачастую Вот это тоже, в общем-то, один из способов, как говорится, обрядовых действий Направлено на соединение миров И, как говорится, на их разобщение в нужном направлении Но если мы вернемся к самому главному А самое главное – это все же обращение с душой С телом как-то мы так посмотрели Так вот, с душой, конечно же, это самое главное происходит Открывается время печали иноцветное, и время поминальное Вот два потока времени отвечают Открывается у человека, который умер смертью от Бога И здесь участвуют все общины Вся община участвует, все рода участвуют, которые живут в этой общине Все семьи и все непричастны Поминальное время, общинные поминальные Общинные поминальные поминки по душе проводятся до трех лет На русском севере мы с вами говорили об этом до года Средняя Великая Русь Южная Великоруссия там до трех лет обязательно По закону русского духа Первый, третий, девятый, двадцатый, сороковой Полгода, год, полтора, два, два, с половиной, три года И после этого душа уходит Мы с вами говорили, что у человека три души Как минимум три души у него существует у русского человека Это, собственно говоря, рассмотрено и обосновано И каждый может это увидеть Ну, у нас, говорят, допустим, одна уходит к Богу душа Одна душа уходит к Богу сразу после смерти человека Она уходит Но тут же человеку ставят, как говорится, водичку Ставят хлебушек, соль посыпают и полотенчик Вот эта душа до сорокового дня будет спать Это вторая душа Она вот спит постоянно здесь В любом случае она на ночь приходит А так к Богу ушла Она там у него как бы постоянно так шажем находится Не подразумевается, что она ночевать приходит Ее там девять дней или двадцать дней Где-то водят, что-то ей показывают Вот Третья душа ходит по свету Прощается, как говорится С теми местами, где она в своей жизни была А четвертая душа стоит Или та же третья, можно сказать Да, нельзя сказать, что третья Четвертая Она стоит на посту Это во всех местностях в русской народной культуре Принято, что Как только человека захоронили Его душа становится на пост, на врата На погость И охраняет До следующего покойника И во многих местностях сегодня Ну, в частности, Воронежская, Белгородская Сумская область на Украине Где живут великорусы Там Существует обряд Передачи поста Он очень развитый Он строго соблюдается И сегодня То есть, вот там тоже душа Стоит Вот видите, мы получаем много Душ у человека Который и там находится И здесь, и здесь То есть, мы не можем говорить, что одна душа Никак Они существуют И у нас есть еще 12 обрядов проводов души Или 11 обрядов проводов души Вот они очень интересны То есть, начиная от дня выхода души с тела человека И до трехлетия Например, в Рязанской области Там, в Тамбовской В Кензенской, Воронежской, Белгородской Мы знаем местностях Где вот совершается Вот такое количество обрядов По ключевым дням Обряд проводов души Конечно же, важный 40-й день Самый важный Там зачастую и два раза душу Провожает две души Провожает одну ночь Другую Где-то днем Ближе к полудню Вот Это Наукой сегодня не объяснено Почему столько Существует обрядов А ведь Культура Это есть культура Это не выдумка Полоумного Какого-то бомжа Это Тысячелетие на этом стоит То есть, наука в этом вопросе Пока напросто Дитё Не то, что дитё А младенец Она эти вещи объяснить не может Ну, советская наука Делала проще Как говорится, она была великая Она сказала Да это суеверие Я Это там Это суеверие Это бабкины выдумки И всё Церква порушим Попов повешаем Как говорится Суверие мы запретим Сделаем комсомольские свадьбы Сделаем Советские крестины И всё, в общем И, собственно говоря Совершила родосгонию А всех здоровых мужиков Погоним на войну И там их побьём То есть, всё было очень просто решено Вот И здесь вопросы возникают Вопросы возникают Закон русского духа Частично разрешил Он показал, что существует три души И что с ними происходит Итак, первая душа Искра Божья Она уходит Она может уйти сразу К Богу Но Так как души неравномерны Так как души неравномерны То есть души Которые забирают с собой Другие души Так что рамчувственную душу И умственную И душу умов У человека Много умов Различных Вот И вот, так скажем Вот эти У них души существуют И эти души Могут Сильной душой С собой Забираться Пока непонятно Когда она их заберет Пока Если она их не забирает То Эти души Вот они Их провожают Так скажем На сороковой день И на третий год На третий год Последние проводы души И Души переходят В разряд Родителей Они уже Устроились Как говорится На том свете И в состоянии Сами оказывать помощь Так вот В народной культуре Говорят Об этом И столетия писали И сегодня Мы встречаемся С этими Знаниями В русской народной Культуре То есть Вопрос Вот Провода в душе Вопрос обращения с душой Это самый главный Вопрос В переходе На тот свет И Существует Конечно же Взаимосвязь Между телом И душой Считается Что душа По отдельным знаниям По отдельным сообщениям Может Окончательно Может уйти С этого С этой земли И больше не возвращаться Только через 300 лет А 300 лет Она ходит Свой род Ходит Там где ее тело И Находится На камешке Садится На камешке Как говорится Через камешек Смотрит На наш мир Ну вот Говоря Теперь В обрядности Похороны Поминальные Печальные Очень много Знаков Мы уже На одном Из них Говорили Ну О многих Сказали Что это Вещи Выглядят Знаками А вещи Насыщены Своими Знаками Знаками Цвета Знак Цвета Это все же Он разный Как мы с вами Уяснили Но вот Есть линейные Знаки И они Считаются Благоприятными Это яркие Свастики Конечно же В одежде В полотенцах Все что Сопровождает Похоронно Поминальные Печальные Обрядность Эти знаки Насыщены Обязательно В русской народной Культуре Используются Образа Потому что Тоже Это как вещь Вещь Знак идет Образа Какие Это Если когда Хоронят Тело Мужчины То Обязательно Хоронят С образом Мужским Там Александр Невский Спаситель Как его называет Иисус Христос Николай Уходник В общем Мужские лики Обязательно Несут Если женщины То Женские Как правило Богородицы Здесь В общем-то Практически Зачастую Богородицы Вот Это Семейные Иконы Берутся Иконы Берутся Теми Обычно Которыми Их Соединяли На свадьбе Когда их Родители Благословляли И Идет С ними С этими Бразами Крестные Крестные Если они Живы Так скажем А если нет То там Избирается Человек Который Несет Вот эти Образа Обязательно Берутся Образа В церкви До 17-го года До 30-х годов Были образа Знамена Назывались В церкви Всегда Это Крест Это Или как говорят Еще говорят Распитье И Богородица Вот Вот обычно А могут и еще Какие-то быть Но обычно два Вот Их обязательно берут И с ними Хоронят Сейчас они тоже Существуют в церквах В приличных церквах Где сохраняется Искань Искань Православная Там вот эти вещи Сохраняются И конечно же Еще один Из очень сильных Знаков Древних знаков С которым И церковь Так скажем Сегодня И боролась И сегодня Яростно борется Но Ничего это Не получается Это камень На сороковой день Или на год Когда провожает душу Вместе с обрядом Провода души Отшляется Относ камня На могилу Ушедшего На тот свет Камни разные Камни бывают Огромные Камни бывают Маленькие И сколько в могиле Лежат людей Родственников Столько Приходишь Смотришь Там Три Четыре Пять камней Столько на могиле Лежат камней Ну это тема Несчерпаемая Можно еще только сказать Что На многих Погостах Русских Стоят Общественные Камни Допустим Какие-то Захоронения Есть И вот Кладут Большой камень Для всех Один Воинам Погибшим В боях За родину Где-то там В каких-то Может быть Трудовых Как говорится Деяниях Скончавшихся Вместе Тоже Им Кладут Большой Один Камень Как Часовинки Такие Камешки И На них Совершается Как говорится Поминальная Обрядность Когда люди Приходят На Погост Это Вот Такой Обряд У нас Существует Еще Можно Сказать Затронуть Такой Вопрос Что По всей России У всех Славяно-русов Существует Обряд Приглашения Предков За столы Вот Наиболее Ярко Выражен Конечно же Он Разработан Это у Северного Великорусов Да У Великорусов Он присутствует Там Приглашают Приглашают Всех Как говорится Родственников Запоминальный Стол Вот Потом Их тоже Как бы Приходят Обычно Дети Или Взрослые На Погост И приглашают И самого Умершего Оттуда Приглашают На Поминки И приглашают Родителей Всех Ну вот На Русском Севере В Новгородской Области На Русском Севере Я Это Имею Вологодская Архангельская Мурманской Области Петрозаводская Карелия Столица Петрозаводск Вот А Так же Новгород Там Существует Обряд Приглашения Очень Хорошо Разработан До Сих пор Выполняется Делать Это Так Вот Коротко Значит Сегодня Поминки Идут Или Едут А В русских Север Это не юг Там Деревеньки Небольшие Как говорится Погост может За 10 За 15 Км Поэтому И ездят И идут Приглашать И приводят Рассаживают Накрывают Столы Накрывают Столы Накрывают Пищу И заводят Их Этих Родственников И кормят Их Вот Они Одни Сидят Кормят А потом Их Выводят И Провожают Обратно Вот Так скажем Это Четко Выполняется Сегодня Если Вы Поговорите С кем То С пожилым То Они Вам Расскажут Что Да Это Обязательно Делается И сегодня Это Делается На Это Как-то Наука Особенно Внимание Не Обращает Но Это Осуществляется Но Что Такой Вот Интересный Момент Мне Одна Женщина Рассказала Ну Я знаю Что Это Осуществляется Разговариваю Новгородской Области Она Говорит Ну Вот Тогда Я А как Это Так Вы Приглашаете Ну Так Ездим И Приглашаем Вот Тогда Говорит Тут же Начала Вот Тогда Поехала Соседка Говорит Мужа Похранил И На Сороковой День Поехала И Говорит Приглашать На тракторе Говорит Они Поехали Туда За 15 Км У них Подгост Вот Говорит Они Поехали на тракторе Ну Совхозный Трактор Колхозный Приехали туда Говорит Ну Все Все уселись Родители На трактор И Трактор Говорит Дергается Тыкмэк Глохнет Тыкмэк Глохнет Трактор Колесный Трактор С тележкой Нет С пустой Тележкой Говорит Все Родители Уселись Он не может Свести их Не может Все Никак И все Говорит И тут Одна бабка Сообразила Была бабка Еще Ходила Ездила Вот С ними Говорит Она Сообразила Что Родители Уселись Она же сказала Вдовая Сказала Неправильно Поехали Нужно сказать Ты потом Приходи И родителей Приводи Она им сказала Ты Поехали И Родителей Забирай То есть Она сказала Неправильно И все Говорит Они все Уселись Родители А трактор Не может Свести их И Говорит Тут уже Бабка Три раза Обошла Говорит Молитву Прочитала Ну И Выправила Положение Говорит И все И И трактор Возьстронулся И поехал И вот Когда Родители Идут Ну Родители Взрослые Обычно На севере Это взрослые Делают У Южного Великорусска Дети Нередко Приглашают Тоже Интересная Вещь То На русском Севере Дети Встречают Вот этих Родителей То есть Они встречают Вот те Которые Едут И считается Что за ними Идут И вот Они встречают И извещают Тех участников Ну все Родители Идут Идут Родители Вот Вот этот Обычай Вот этот Обычай Он показывает Что Род Един Что он Род Един В этом Обряде Что И живые И мертвые Так скажем И тот Свет И этот Он объединен И он объединен Обрядовой Действительностью Видимой Действительной Ощущаемой Понимаемой И если Какие-то Обряды Не свершаются Я уже В прошлый раз В прошлой беседе Говорил То тогда Родители Могут Так скажем Насылать Кары На своих Родичей Потому что Эта Взаимосвязь Осуществляется Нам Жизнь дана Не потому что Как говорится Кому-то Захотелось А потому что Эту жизнь Осуществляет Род Это его Действие И он Распоряжается Так Чтобы Род Продолжался Ну вот Собственно говоря Если Коротко Очень По каким-то Основным Так скажем Опорным Точкам Обряды Действительности Которые Существуют У русского Народа Так скажем Можно Подводить Итоги Да Ну еще Можно сказать Что Конечно же В похоронном Поминальной Обрядности В переходе Очень важное Значение Имеют Песни Очень важное Значение Имеют Песни Плачи Песни Плачи Вот Они Ощляются Во время Всех Поминок Во время Всех Обрядов Проводов Души И собственно Говоря До сорока Дней Считается Нужно Каждый День Обязательно Бабам Крыцать Кричать Плакать То есть Голосить Вопить По разному В разных Местностях Это Называют Но Это Нужно Делать И Вообще На каждой Поминке Существуют Свои стихи В русской Народной Культуре И Сам уход На тот свет Считается Праздником И вот Если мы Послушаем Песню Сорковой Денечек Которая Распространена Практически Повсеместно У славяно-русов Там Как говорится Душа Уже От своего Имени Говорит И вот Настал Последний Денечек Мой Праздник Пришел То есть Называется Уход Как говорится Окончательный Уход С этого Света Как Так скажем Праздником Праздником Поэтому Годовые одежды Мы говорим Сопровождают Ну Еще Конечно Можно К этому Прибавить Вот Есть Очень Такой Интересный Обряд Мною записан В Белгородской области В других местностях Юга Южно-Великорусов Что к сороковому дню Сороковой день Это Один из главных моментов Точнее Один из главных дней Похорона Печальной обрядности И Обрядности Сопровождающей Души На тот свет Можем предположить Что Именно на сороковой день Истинная душа Забирает Все остальные души С собой Если она способна Это сделать Конечно Вот Потому что Все Преорачивается К сороковому дня Очень многие Обряды А потом уже Идет на спад И сама Большая печаль Переходит И другие обряды И вот К сороковому дню Допустим Белгородской области Обязательно Все белят Внутри Избы Потолки Стены Полы Раньше Белили Раньше Все было Как говорится Мазанное Земляное Вот Белили Побелкой Сейчас Все это Красят То есть До нынешнего дня Если вы Поедете Допустим На родину Где Родились Родители Нынешнего Председателя России Дмитрия Анатольевича Медведева То у него На родине Он Мать его С города Алексеевки Так вот В этом Алексеевском районе До сих пор Существуют Вот эти обряды Там очень много Сильных Обрядов Вообще Обряды Действительно Там сильно Развита Жива И вот Этот обряд Там обязательно Это Вообще Неизвестный Обряд Так скажем И он Он Имеет свое Объяснение Духовное Объяснение Но На этом Как-нибудь В следующий раз Вот Я благодарю За внимание Так скажем А теперь Если есть вопросы То пожалуйста Давайте перейдем К вопросам Хорошо Давай сейчас поставим Все-таки маленькую музыкальную паузу А потом уже Где будут вопросы Уже будем без пауз Давайте Итак Две Три минуточки у нас есть Отдыхаем Готовимся К вопросам И ответам Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напомню что по одному из современных календарей 22 апреля 2016 года пятница По одному из старинных 11 день месяца пассива и наречения 7500 до 4 лета четверик Радокон Переход в иной мир Такова тема сегодняшнего эфира Главный соведущий Павел Иванович Кутенков И мы переходим К ответственному моменту Нашего сегодняшнего эфира Нашей сегодняшней встречи Это заданию вопросов И получение на них ответов Напомню что вопросы мы принимаем Из чата Сайта Народного славянского радио Чтобы попасть в чат Вам достаточно войти на сайт В любом поисковике наберите Народное славянское радио Дальше Славомир.орг Это сам сайт И ищите слово чат После этого Жмете на это слово И регистрируетесь Если еще не зарегистрировано Если регистрирует ранее То тогда вводите Просто свои данные Ну и все И задайте вопросы И общайтесь с друзьями Итак Вопрос в пиры поступил От Василия Васильевича Кого по мнению ведущего Можно назвать тварями? Вы знаете Очень хороший вопрос Я благодарю за этот вопрос И есть конечно слова Которые многозначны Вообще знаки Любой знак Любой знак Знак слова Знак вещ Знак ткань Знак образ Он всегда многозначен И вот слово тварь Оно имеет как высокие смыслы Так и низкие смыслы Поэтому его можно употреблять В том плане В том сочетании В котором, как говорится По контексту более понятно Как в контексте обозначено В одном слове Это тварь Человек будет человек Потому что он Порожден Сотворен Богом Вот В другом случае Тварь это Опять же Порожденные Сотворенные Летающие Ползающие Ползающий мир Это тоже тварь В третьем случае Можно придать ему И Как говорится Отрицательные Смыслы Вот Ну не слишком Отрицательные Но Как говорится Русская народная культура Знает Что иногда Тварью Называют Так скажем Ну Несоответствующее Поведение человека Когда человек Себя не ведет Несоответственно Образу Своему статусу Вот Его могут Сказать Тварь Как бы Так скажем Подразумевая Что это Несшее существо По отношению К человеку То есть Пытайся ему Сказать То что он Есть Вот это Так вот То есть Говорят Сотворенный По образу И подобию Ты в этом случае Это положительный Как говорят Ну ты тварь Ты в этом случае Следите за Интонацией То что называется Да И Уже Более низшее Существо Хорошо Следующий вопрос От Васильевича Чем вызвано Такое Следование Такому числу Как 40 Ну там еще Напомнить надо 3, 9, 40 Ну вот 40 Его заинтересовало Почему все-таки 40 всегда Везде присутствует В русской народной Культуре В числоведении В знаковедении Более шире Число 40 Она Исконно Исконно Занимает Важнейшее Значение Мы знаем Допустим Число 3 Очень сильное число Есть число 12 Ближе Так скажем К нашему К нашим Рассуждениям Есть число 40 Вот 12 Это число Явного мира Это проявленный мир То что Собственно Россия видит Ну там Скажем 12 братьев 12 месяцев В году 12 часов По полудни 12 часов дня 12 часов ночи По ровну Так скажем Делится Когда все это Дни равноденствия Вот 12 Это явный мир А вот духовный мир В духовном мире Это число 40 Оно обозначает Число 40 Это время Когда происходят Необходимые Взросления Взрастания Души Человека Души человека Если мы говорим Что Для того Чтобы Нормальное Дитё родилось Нужно Чтобы баба Отходила 40 Недель Да Вот А 9 месяцев А вот Почему Как говорится Нельзя рожать Ни позже Ни раньше И обычно Как говорится Вот 40 недель Всё Здесь Связано С душой Человек То есть Вот Душа человека Скажем Первичное Её закрепление В теле Если мы будем Следовать Одному Из Положений Закона Русского Духа Когда она Вселяется Это при зачатии Это На середине Беременности Это При родах И это После родов Вот То Конечно Благоприятны И что отстаивает Русская Православная Церковь Это При зачатии Но здесь Счёт идёт Уже Здесь Именно Сорока Неделями Счёт Здесь Какие-то Иные Так скажем Возможности Духовные Но они Определяются Опять же Сорока Поэтому Вот Как только Мы посмотрим Закон Русского Духа Как только Мы его Увидим И ощутим Поймём И осознаем Главное Осознаем И будем Ощущать На духовном Мы увидим Что число Сорок Это число Духовное И оно Определено Вот именно Божественной Природой Души Духовной Природой Которой Нужно Сорок Деней Сорок Суток Правильно Сказать Для того Чтобы Совершить Переход Из одного Состояния В другое И Можно добавить К этому Что это число Было В критомекенской Культуре Там Счёт Вёлся Сороками То есть У арийцев Это число Очень Открытая Микенская Культура Это арийская Культура По общему Признанию Это Не Греческая Особенно В нынешнем Понимании И не тех Греков Древних Которые Так скажем Ушли В небытие А это Именно Арийская Культура И Так как Славяне Всю жизнь Считались Арийцами Как и все Европейцы Считались Арийцами До Середины 20-го Столетия Когда Начали Разворачиваться Как говорится В сторону Носы Воротить От этого Понятия Стали Говорить Индоевропейцы Индоевропейцы И арийцы Это собственно Говоря Идентичные Понятия В науке Если мы Посмотрим Внимательно Идентичные В связи С этими Событиями Нацистскими Когда Гитлер Так скажем Испохабил Это слово Испохабил Многие знаки Которые Гитлер Которые Поставил Европу На колени Которые Выбил Очень Много Хороших Людей У славян В своем Народе Среди Других Народов Погубил Он только Загубил Сорок С лишним Миллионов Славян Одних Всех Славян Югославов Поляков Чехов Восточных Славян Вот Это Тварь Вот Это Чудовище Которые Как говорится Совершило Вещи Ну В общем Это Конечно же Это не арийцы Творили Это Творили Темные силы Это Сатанисты Творили Это Нужно Собственно Признать И Когда Говорят Что Это Язычники Да Это Были Язычники Это Не Родноверы Это Не Родновера Потому Что Родноверие Язычство Это Совершенно Разные Понятия Вот Язычники Они Подвержены Влиянию Темных Сил И Как Говорится Зачастую Ведутся Ими А Родновера Нет Это Богом Рожденные Богом Сотворенные И Богом Ведомые Люди В том Числе Русский Народ Вот Поэтому Число Сорок Число Это Число Духовного Рождения То есть Древнее Наше Число Когда Так Говорил о Гитлере Ну Все-таки Не один Это Все Творил И Не Одному Наверное Это Было Тяжеловато Все Сделать За ним Ты правильно Отметил Стояли Те Самые Силы Которые Его И Пинали И Подкидывали Идейки И Выдвигали Его Вперед Ну И Создавали То Окружение Благодаря Которому Вот это Все И Развернулось И Благодаря Которому Сейчас Наша Древняя Символика Под запретом Наши Древние Какие-то Устои Под запретом И так Далее Вот это Не надо Говорить Наши Древние Знаки Сейчас Не под Запретом В связи С победой Русского Духа Над Силами Тьмы В 90-х 80-х 90-х Годах Сейчас У нас Ничего Не запрещено Вот Это Не надо Вот я держу В руках Так скажем Могу показать Тот же Закон Русского Духа Это Издание Смольного Института Вот Это Российская Академия Образования Это Государственное Учреждение И здесь На обложке Смотрим И вообще Во всей книге Везде Ерга у нас И никто Это не запрещает Поэтому Вот эти Не надо Вещи Навязывать Так скажем Неправильные Если ты будешь Рисовать Ергу На заборе То я думаю Это неправильно Со всех отношений И с позиции Родноверия И с позиции Государства И с позиции Так скажем Просто Обычного человека Ну нельзя Как говорится Гадить там Где ты ходишь Вот И крест Нельзя на земле Рисовать Ергу Нельзя на земле Рисовать Потому что Ну не совсем Это прилично Так скажем Вот это делать Нельзя Нельзя Как говорится Ну смысл Вот мы говорим Слова и смысл Знаки и смыслы Поэтому сейчас государство Более того Если говорим про Ергу Так скажем А я вижу Вот в этом Замечание Как говорится Главного соведущего Алексея Что Сказал Что запрещает Не Ергу У нас не запрещает Даже в прошлом году В апреле месяце Роснадзор Специально Выпустил Впервые За После запрета Когда Товарищ Луначарский Нарком По просвещению Запретил Ергу В ноябре 1922 года Она запрещена Была Вот Когда еще Только-только Как говорится Советская власть На ноги Снувилась Они сразу Запретили Вот И только В прошлом году Вот можем отсчитать Сколько лет Прошло Государство Впервые В лице Роснадзора Обратилось К этому знаку И разъяснило Что этот знак Ерга Свастика Если она Используется В знаковости Русской народной Культуры То она Не является Знаком Нацизма Это разъяснено Сегодня Поэтому эти вещи Нужно просто Понимать И осознавать Ну я Не просто так Это сказал Дело в том Что я Отталкиваюсь От тех уголовных дел Которые присутствуют И есть Несколько следователей Которые примерно Одно и то же Заявляют К примеру Если мне Необходимо будет Я даже В вашей оконной раме Найду Свастику И припишу Ваше дело Дела Раздуваются Потому что На фасаде здания На одежде При каких-то Ну скажем так Мероприятиях Которые со славянством Связаны Употреблялись Эти знаки И уже Ни одного человека Ни одного человека Уже Вот за это дело Цепляли И цепляют И Так что я не просто Это все В воздух Калайфаев Я слышал Про эти дела Я слышал Как говорится Но Даже если мы Посмотрим Внимательно Дело Вот по инглингам Последний суд был Да В Омске Вот он осенью Проходил По моему осень Начался В январе Где-то там Завершился Вот По ведам Вот Там опять Как говорится Присутствовала Ерга Свастика И там Вот Суд проходил На высоком уровне И я скажу Там И в заключении Так скажем Там Многие вещи В отношении Ерги Были поставлены Совершенно правильно И было разъяснено Что это вообще К нацизму Никакого отношения Не имеет Знак И он Не является Основанием Для запрета Чего-то Либо То есть Когда Когда Мы говорим Что Кто-то Совершил Чего-то Так скажем Есть везде Ошибки Есть Теленаправленно Ошибки Кто-то Пользуется Вот Не знает Культуру Не знает Общее Направление Которое Сейчас происходит В обществе В государстве В народе Которое Существует И он Пользуясь Темнотой Родозгонии Которую На нас Нагнали Он Вот Эти вещи Творит Вот Этих Людей Можно Приводить В порядок Через Суд Через Как говорится Обращение В прокуратуру Просто Нужно Выстраивать Правильную Защиту Именно Если Когда Это Касается Правильного Поведения А если Он Ходит И Кричит Не Хочу Повторять Тот То Извините За это Просто Морду Не то Что Сажать Нужно Просто Морду Бить Нужно Тут Тут Как Говорится Не Отходя От места И Как Я Вспоминаю Один Рассказ Как Говорится Журналиста Когда В 90 Годах Тут Американцы К нам Приехали Стали Навязывать Свои Порядки Вот Пустили Поезд Там Москва Петербург Такой Сверх Высокого Класса И Вот Он Говорит Я Устроился Проводником Там Мужчина Один И Говорит Тел Американец У него Один Номерок Там В поезде И Кнопочку Нажал Я Прихожу К нему То Другое Третье На третий Раз Прихожу У него Извините За выражение Как она В умывальник И он смеется И говорит Уберите Ну я Говорит Подошел К нему Я взял Его за шиворот И говорит Лицом В это дерьмо И все Вот так Вот нужно Поступать С людьми Которые Подают Как говорится Поводы Для того Чтобы Не поганить Нашу знак Если ты хочешь Я вот хожу В рубахе С ергами Живу 15 лет На всех праздниках И все у нас ходят В Петербурге Все ходят В рубахах С ергами В поясах С ергами Платки С ергами Никто Что-то не прицепается Никто И милиция охраняет А сейчас и полиция охраняет Все наши праздники Всегда У нас праздники Заявленные Допустим Всегда Как говорится Город их проводит Я не видел Таких случаев Я не знаю Ну вот ты не видел А как бы Я имею некоторые Данные О том что Подают Подают Жалобы На судей Подают Жалобы На тех Кто Следователей Подают Даже на прокурора Жалобы Что это Необоснованные Заключения На судей Даже подают Жалобы Высшей Стоящей инстанции Что происходит Высшей Стоящей инстанции Спускают В суды В прокуратуру Следователям Бумажки Разберитесь То есть Никакого там нету То с чем ты говоришь Там просто-напросто Возвращают им Они кладут себе В сейф И говорят Все нормально Хорошо Мы будем продолжать И продолжают Я сейчас не говорил Про то Что кому Чего возвращать Значит нужно Доходить До Верховного Суда До Конституционного Суда И туда тоже Доходили Оттуда То же самое Спускается По инстанциям С самого верха Из Москвы Спускается Вниз 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 И доходит До места И опять же Приходит бумажка Разбирайтесь Ну разбираются Ну ладно Это уже Отдельный Да Отдельный разговор Здесь можно О хороших и плохих Парнях Говорить бесконечно много Итак Следующий вопрос Смотрим Что у нас поступило Следующий вопрос Так Василий Васильевич Следующий вопрос Как проводились Или проводятся Обряды захоронения Артистов И лицедеев Вот Самоубийцы Я уже сказал Опойцев Кто опивается Наркоманов То есть Те Кто уходят Добровольно Отдают душу Свою Темным силам Их Вместе с родичами Никогда не хранили По ними По ним Вот эта Трехлетняя обрядность Трехлетняя обрядность Похоронам Поминальной И насветной Печальной Которые в основном Творили Женское начало Бабы Не осуществлялось Общественные Поминки Общественные обряды Их не касались Потому что Душа ушла К темным силам И говорит На них Черти Возят воду И вообще Связываться Уже с ними Бесполезно По многим причинам И вот Раньше Артистов Тоже Извините На погостах Общих Не хоронили Лицедеев Вот такая была Такой был обычай Вот он так был А сейчас Я же говорю Сейчас и самоубийцы Могут похоронить И хоронят Со всеми вместе Это вот Так скажем Здесь что Здесь просто Если Образно сказать Здесь получается Что Вот есть Бочка меда И туда Ложка дегтя Вот До семнадцатого года В научной литературе Описано Несколько случаев Как крестьяне Се вели При засухах При Так скажем Повальных болезнях При неурожае Когда вот таких людей Захоранивали По настоянию Священников На общих Погостах И совершались Вот такие вещи И тогда проводились Соответствующие Этому обряду Или же Этого Покойника Выкапывали И выбрасывали С общего Погоста Или особые Обряды Проводились Например Если засуха Наступала То вот этот Покойник Который Умер Так скажем Самоубийца И захоронен Со всеми На его Могилу Выливали Сорок ведер Опять же Сорок ведер Да Вот И тогда засуха Прекращалась То есть это Очень интересный Обряд такой Вот он Существовал И видимо И сейчас существует Кто знает его Выполняется Вот Поэтому Артисты Они Раньше Приравнивались К этой категории Ну понятно С теми Кто самоубийца Ясно Вот Даже с утопленниками Которые даже Не по своей воле Ушли Тоже можно понять А чем провинились Артисты Лицидеи Вот так вот Разнесни нашим Слушателям Давайте так Скажем Я сейчас Говорю По этому вопросу По артистам Просто я говорю Существовал Такой подход Чем он был Обоснован Это сказать Трудно Быстрее всего То что Это я так думаю Да Потому что Следований По этому вопросу Нет Это так скажем Мнений чужих Я не знаю Это мое личное мнение Которое может быть Правильным Неправильным Ошибочным Я так думаю Что человек Должен жить По правде По совести Вот Предназначено ему Быть воином Значит он несет Лямку воина Предназначено ему Судьбой пахарем Он пашет Роженица Рожает Девка захотела В чернички Она заявила свободу И ушла в чернички Вот А это пошла В бабу богини Она бабой стала Великой бабой стала Это вообще Счастье человеческое Стать бабой Настоящей Вот А люди Которые Так скажем Перевоплощаются И То в одном Овлечи То в другом То в третьем Очевидно Очевидно Так скажем Определенный Слой Так скажем Знающих людей Причисляли их К представителям Темных сил Поэтому И не захоранивали Я думаю Это вот так вот Естественно Что в вопросе Звучал Звучала такая фраза Как обряд проводился Но поскольку Ты сказал Что не захоранивали То никак не проводился Просто выбрасывали Какой-то враг Нет Но обряды проводились По защите От смерти Так скажем По защите От него Но Есть еще Такой момент Да Есть такой еще Момент Есть такой обряд В русской народной культуре Что в Троицкую Субботу Поминальную субботу Вот тогда Тогда Читали молитвы По всем Умершим Вот такой смерти Которые забрали Целные силы Вот именно В этот день Открываются врата Соединений миров И можно воздействовать И эти души Каким-то образом Отмаливать И эти души Отмаливают Там Есть еще Такие души Как Задавленные Придавленные Роженицами Да Вот мать Как бы Так скажем Родила ребенка Ну и Младенцам Сиську сел Ковырсосать Не села Прилег Мать прилегла Дети Бывают беспокойные Много детей И уснула И его А ему там Скажем там Всего лишь Два-три месяца И она его Придавила Просто-напросто А она Весит Там Сто двадцать килограмм Такая Крепкая Бобенка И все Вот эти души Тоже Как бы Так скажем На особом Положении находились Тоже Вот здесь Существовала Обрядность И она Писана в русской Народной культуре По-моему Терещенко Писал ее Вот В бытии Обрядах Русского народа Он там Описывает Как это Дело Или Это Сам Или же Исследователь Который Описывал Русский Север Там у него Ну в общем Вот эти вещи Известны Ну вот так Вот Следующий вопрос От Данила Здравия С ведущим Павел Иванович О переходе В какой Загробный Иной Мир Или миры Вы повествуете Прошу прощения За возможную Некорректность Вопроса Благодарю за ответ Очень хороший вопрос Очень хороший вопрос Мы говорим С позиции Русской Народной культуры Мы говорим О тех понятиях Которые существуют И о тех знаниях Которые существуют В русской Народной культуре Я стараюсь Повествовать Лишь о том Что известно В народной культуре Естественно Ничьё Потому что Для того Чтобы Что-то знать Нужно Быть святым И то у святых Есть между собой Разногласия По поводу Тех или иных явлений По поводу Тех или иных обрядов Поэтому Понятие Загробного мира Это Мир предков Это мир предков Это и мир тьмы То есть Это иные миры Сама Вселенная Сама Вселенная Сам мир во Вселенной Он Имеет Несколько Уровней Они По русской Народной культуре А если мы Обратимся К каким-то Мудростям Так скажем Востока Запада То и там Это есть То есть Три мира Верхний мир Мир богов И самого Творца Мир предков Есть Наш мир Средний мир Где мы Проявлены Здесь И где Ведется Как говорится Борьба Миров И есть Нижние Миры тьмы Миры тьмы Вот мы Собственно говоря Это Отчасти Занимаем Если Говорить В определенных Понятиях Нижние миры У нас Вот здесь В нашем Проявленном Мире Действует Буйствует Очень сильно Но и Светлые миры Здесь присутствуют Здесь все миры Поэтому мы Говорим Об этих Мирах Об этих Мирах И Когда Человек Уходит То Если он Самоубийца Он уходит В нижний мир Там он Помещается Если Светлая Душа Как говорится Переход У него Осуществляется По закону Русского Духа По светлой Его стороне Вот А закон Русского Духа Это Описывает Прежде всего Светлую Сторону Бытия То Он Уходит В другой Мир Вот Я Об этих Мирах И Речь Веду И Духа Духа Почему? Она существует такая, что человек должен, если он мучается на этом свете, значит, он проходит все испытания и имеет больше возможности попасть, отмаяться за свои грехи здесь и маяться меньше там. Ну вот так вот. А в русской народной культуре, в родноверии, вот считается так. Быстрые смерти, это смерти, как говорится, хорошие. Ну, это так считается. Почему считается? Вот я уже приводил вам пример из древности, собственно говоря, славяно-русской, когда воины, и не только, собственно говоря, славяно-русские, воины других арейских народов предпочитали, когда чувствовали, что приходит их судьба, а многие об этом ведали или им жрецы говорили. Все, у тебя приходит судьба. В общем, ну все, а то там выбирай, куда тебе идти, в монастырь, вот, или погибать на поле боя. Ну, вот и все, собственно говоря. И он готовился, он знал и понимал вот эту быструю смерть. Вот, так скажем. Вот так вот. Ну, можно углубляться и развивать эти идеи, но с точки зрения науки, я скажу, это будет моя личная точка зрения, она на сегодняшний день у нас с научной точки зрения слабо исследована. Из специальных работ каких-то мы в этой области просто-напросто не наблюдаем. Я имею в виду по родноверию, а в христианстве эта точка во многих работах развивается. Здесь, как говорится, православное христианство, вообще христианство хорошо это объясняло. В русской науке это вещи малоизученные. Ну, да, в общем, две кардинально противоположные такие версии. Мне больше нравится все-таки наша версия, если уж... Я не согласен. Во-первых, слово «версия» нехорошее, как говорится, матерное, нерусское. А во-вторых, это знание народное. Это знание. Мы говорим, я говорю о народном знании. А знание – это то, что есть действительно. Это есть действительность. Она такова вот, действительность. Хочешь ее признавать, не хочешь ее признавать, она вот такая действительность. Объяснить? Могу ли я объяснить? Может ли какой-то человек пожилой, который даже занимается этими вопросами, правильно объяснить? Это уже другой вопрос. Сумеет ли он это знание, которым он обладает, для тебя донести? Это очень сложно. Я вот приведу по себе примеры. Я, в общем-то, сегодня уже, можно сказать, несколько десятков лет, пару десятков лет уже занимаюсь. Это точно уже исследованием русской народной культуры. И когда я начинал только заниматься, мне много чего говорили. Я даже записывал, но я не понимал. Я или на диктофон записывал, или в тетрадку, но я вообще с усмешкой смотрел на эти вещи. Я просто их не понимал. А когда уже какие-то вещи я начал понимать, осознавать, и ты уже слушаешь человека, как вот эта бабка в Новгородской области. Не бабка, женщина она. Вот она говорит. Вот. И она, это самое, значит, пошла их приглашать. Я говорю сразу, а кого их она приглашает? Все вроде там у них на поминки собираются без приглашения. Ну, их родители пошла приглашать. То есть, у меня сразу щелк вопрос. Непонятно. Говорит очень интересные вещи, как говорится. И сразу пошел уже другой рассказ. И она начала приводить примеры про того, про другого, про третьего, как она походила. Она сама приглашала, как рассаживала. Я говорю, а как видите? Ну, и вот пошел разговор. Понимаете ли? То есть, понимаем ли мы, осознаем ли мы то, что до нас доводит? Они зачастую нам все говорят, только мы не понимаем. Ну, я слово «версия» применил. Почему? Потому что нас слушают многие люди, которые и понимают это слово, что это не наше, и те, которые просто привыкли к нему. Только с этой точки зрения. А не в обиду никому. Да, не в обиду, все же... Лучше наше. Лучше наше, да. К разному, чем к сатанинскому. Ну, да. Но в любом случае, вот наше, оно мне больше нравится и по обрядам, о том, что все-таки на поле боя лучше умереть за родину стоявшую. И умереть надо светло, а не мучая себя, мучая других. Да, да. Хорошо. Это больше наше. Мне, но больше по душе. Итак, следующий вопрос от Данила. Почему для смертной одежды годилась именно одежда обыденная, а не новая? Или это объясняется непредсказуемостью наступления смерти? Благодарю за ответ и понимание. Благодарю за вопрос. Я бы немножко... Все же вопрос хороший, но слово «обыденное», оно, так скажем, в русской народной культуре. Про это еще дали. Владимир Иванович писал, что мы зачастую его не точно употребляем. Обыденное. У нас есть понятие. И я хочу понять вопрос, почему я так говорю. Я хочу понять, насколько правильный этот вопрос. У нас есть такое понятие. Обыденные храмы, обыденные шаринки, обыденные полотенца. Что это такое? Это когда что-то происходит, допустим, с человеком, что-то произошло. И он дает себе обед. Вот если то-то, то-то, то я сделаю там садку полотенца и подарю его в храм. Чтобы ушла там болезнь у меня. Опять же, говоря за матерным языком, вативные такие вещи есть, существуют в науке. Понятие вативные вещи подаются в церковь священникам, чтобы молились за что-то. Там заболела рука, вот делают руку и подают руку. И на нее молятся, чтобы она вылечилась. Вот. А эта вещь подается. Но она делается, эта вещь, полотенце это, допустим, за один световой день. Или храмы обыденные. Идет чума. Идет мор. Вот для того, чтобы его остановить, община собирается и строит обыденный храм. За один день. С солнышком встали. Солнышко заходит, храм построен. Это обыденный храм. То есть, вот в каком плане вот мне задали одежду, мне задали вопрос про одежду, как она соединяется с этим или не соединяется. Не совсем ясно, но я постараюсь ответить. Смертная одежда. Смертная одежда. Ну, вообще, я, собственно говоря, много про нее говорил. Поэтому я сейчас, опять же, затрудняю. Ну, давай я его просто уточню. Наверное, повседневная одежда здесь имелась в виду, а не обыденная. Малой праздничности. Малой праздничности, да. Ну, потому что здесь вот, видимо, в чем вопрос. Это опять мое сейчас частное мнение. Это никто мне не разъяснял. Но, как я понимаю, что человек, когда уходит на тот свет, он в этой одежде. И именно в это время, в это время его истинная душа, истинная душа, она уходит в зависимости, опять же, да. Потому что, вот, если мы посмотрим, у нас есть, я говорю, здесь путаница, и в науке путаница есть. Смертная, погребальная одежда. И некоторые не различают эти вещи. Хотя еще в 19 столетии уже эти вещи начали исследователи различать. В 19 столетии уже писали, что существует такая и такая одежда. Вот. Я думаю, здесь несколько пластов существует. Один пласт существует. Знание то, что эта одежда потом используется. Так скажем, достаточно широко. То есть, ее могут надеть на люди. А значит, она уже должна быть вот именно такая, так скажем, расхожего времени. То есть, малого праздника, воскресного дня. Пойти куда-то, как говорится, на тот же на суд пойти. Тоже выйти в село, так скажем, походить. Ты не идешь, как говорится, в повседневной, будничной одежде, что убираешься на дворе или там в поле, как говорится, косишь. Или возишь, или скачешь. А вот именно такое. Выходная одежда, получается. Выходная. Это выходная одежда. Она должна быть такой, так скажем. А второй пласт, это связан с тем, что... Ну, она выходная, так она называется. Я ее так называю. Выходная, расхожая в народной культуре. Она так называется. А второй пласт, видимо, с душами. Потому что в этот момент с телом расстается... Это прежде всего душа истинная. И, очевидно, она, она, это истинная душа, она меньше связана, меньше связана, так скажем, вот с внешним. Она меньше от него зависима, от этого внешнего. Поэтому, когда она попадает на свое место, понимают, что и чего, как она приобрела, да, так скажем. И по ней видно, по этой душе. И те, которые ее встречают, они видят по ней, что она получила, что она сделала. А вот, когда эта истинная душа уходит, так скажем, и забирает с собой другие души, то, очевидно, вот здесь вот вопрос одежды играет большее значение. Для тех, которые ее встречают. Понятно. Ну, вот ты когда рассказывал, что одежду не просто так ее потом снимают, прежде чем уже в могилу собирать человека. И потом ее еще и носят, и одевают в тех случаях, когда необходима помощь. Тут Василий Васильевич уточняет. Считается, что за покойником не донашивают. Как быть с таким поверьем? А здесь не донашивают, в общем-то, за покойником. Здесь ее используют с точки зрения защиты рода в этом мире. Вот. Другой подход совершенно. Хотя она носится, да, она носится, но это выступает как защитой. Но Василий Васильевич прав в том плане совершенно, что любое действие, любой знак, он может расцениваться различными мирами по-разному и на различных уровнях по-разному. Поэтому здесь я противоречий никаких не вижу. Хорошо. Алексей Тарасов. Добрый вечер. Вопрос в эфир. Расскажите, пожалуйста, про кроду. Какие обряды проводили наши пледки при погребальных кострах? Возможно ли в наше время правильно провести этот обряд? Как работники крематория относятся к этому? Ну, давайте скажем так, что как относятся работники к крематория? Крематория – это и сжигание, так скажем. По сути дела, это возвращение в какой-то мере к той искренне, которая раньше существовала в ряде славянских, арийских племен. Поэтому, так скажем, это уже возвращение. А как работники, наверное, зависит от личного их отношения, потому что конкретно вопрос отношения работников к крематория к этому вопросу я не исследовал, я не занимался этим. Вопрос – это отдельный вопрос. И, так скажем, в больших городах можно, конечно, провести. Ну, я думаю, каждый будет высказывать свое мнение по этому поводу. То есть, это вопрос, собственно говоря, может быть, не совсем наш, о котором мы сегодня говорим. Он не совсем наш. А как вторая часть или первая часть? Ну, первая часть о том, что, я так насколько понимаю, был задан вопрос о том, какие обряды проводились, Алексей Тарасов задал. То есть, они как-то схожи, подготовительные обряды, что к погребению, что к кроде? Они в чем-то схожи, потому что, если мы, видите, опять же, если судить по тому, что мы имеем, так скажем, или тем уровнем знания, которым мы обладаем, то они, конечно же, схожи, потому что сжигали не сразу. Сжигали не сразу. Если мы почитаем Ивен Фадлана, то там, по-моему, или какой, 9-й или 20-й день сжигали. То есть, сразу не сжигали, сразу не сжигали, а ждали времени, когда все же другие души отойдут в основном от тела. От тела отойдут. А погребение, оно тоже связано с этими вещами. У нас ждут определенное время, и, как мы знаем из истории, что на 40-й день, в общем-то, захоранивали в землю на 40-й день, то есть, совмещая основной ключевой обряд провода души, 40-го дня или два обряда провода души, в основном они два существуют, и с захораниванием тела. То есть, когда имелось возможность освободиться от того груза, связи второй-третьей души с телом человека, и чтобы ее истинная душа забрала с собой. А может быть, она и сразу их забирала. То есть, этот вопрос, он, так скажем, не очевиден, но он вот таким вот образом связан с поведением душ, с их состоянием и взаимодействием между собой. Из твоих рассказов я для себя отметил, что всегда наши предки стремились, чтобы души оставались в роду. Вот любым способом пытались сделать так, чтобы душа оставалась в роду. И здесь возникает вопрос, а сколько раз может происходить перевоплощение в роду? Ну, или как сейчас такое модное слово, инкарнации, реинкарнации. Ну, слово «мода», если перевести с лондонского говора, с лондонского, она означает извращение. Поэтому желательно, как говорится, говорить, может быть, что нам навязывает, вот эту, так скажем, моду извращения. Это понятно. Ну, извращенный приговор есть такая, значит, передача на телевизионе. Мода называется «Модный приговор». Многие любят посматривать. Да. Вот. Ну, наверное, все же это вопрос... Давайте его как-нибудь обсудим отдельно. Понятно. Хорошо. Хорошо. Так, вопрос от Данила, опять же, возвращаясь к смертной одежде. Эта одежда благостная, она пропитана позитивной энергией умершего, не так ли? Да, совершенно правильно, совершенно правильно. Эта одежда добродетельная, это добронравная одежда, это светлая одежда, и она пропитывается силой человека, который умирает, силой, так скажем, тех людей, которые прощаются с ним. То есть это светлая, потому что уход в иной мир – это праздник. Это всегда праздник. Поэтому как одежда у нас свадебная, как одежда родильных обрядов, то есть вот тех обрядов пороговых состояниях, обрядов духовных переходов – это одежда именно вот такого, так скажем, сильного значения. Так, вот еще вопрос возникает, который часто я слышу на стороне, и хотелось бы от тебя тоже услышать. А для чего вообще хоронить? Вот задают вопрос. Для чего хоронить, а не крадировать, сжигать? Какая цель вообще хранения трупов или захоронения трупов? Ну, хоронится не труп, а хоронится, захоранивает тело, захоранивает тело. И я так думаю, я так думаю, что это связано, это связано с тем, что человек, он по природе своей двойственен. Но если мы отчетливо посмотрим, у него присутствует двойная природа. Это духовная природа, да? Духовная природа. Это небесная природа. И природа земная, это телесная. Поэтому распределение, так и идет. Тело, откуда пришло, оттуда оно уходит, а дух, откуда пришел, уходит. Но они тесно взаимосвязаны. У нас все обряды направлены на то, то есть душа, зачем здесь приходит? Душа приходит сюда совершенствоваться. Она совершенствуется в теле человека. Человек является высшим существом духовным, находящимся в явном мире на этой земле. Поэтому она приходит в него. и взаимосвязь, это просто так в один миг не заканчивается. Хотя вот, когда человек окрадирует, то здесь, так скажем, взаимосвязь, это прерывается. Но очевидно, и опять же возвращаясь к одному из вопросов, очевидно все же, если мы просто плохо знаем обрядность, которую, которая совершалась при сжигании людей, мы это плохо знаем, потому что она не изучалась. И исследователи, даже мудрецов, так скажем, на нерусском слове, философов, которые мыслят, как говорится, мысли берут из мирокольца, в скобках, на сферы, вот, у нас таких работ нету. Поэтому, чтобы быть, так скажем, не выходить далеко за рамки народного знания, мы здесь мало что можем, так скажем, сегодня, как наука, внятно отвечать. Вот так вот я скажу. Но разница, вот я говорю, она определяется верхом, низом, духовным и земным. Ну, понятно. Я так чувствую, одна из работ у тебя все-таки так по большому счету, поскольку ты себя проявляешь очень-очень интересно, как ученый, то в этом случае одна из работ, наверное, должна все-таки быть посвящена вот именно таким обрядам. А почему они проводились, с какой целью проводились, как часто, в каких родах проводились и в чем отличие от захоронения и крадирования. Вот это было бы, конечно, очень интересно из твоих уст послушать. Ладно, еще один вопрос поступил от Мишки. Нет, нет, спасибо, спасибо за задачу. Задачил, да? Понятно. Я над ней подумаю, но это работа нелегкая. Ну, естественно, сейчас же очень много уже утеряно из того, что это же, как ты говоришь, очень древний вариант, да, и надо разобраться, а почему и как, и для чего, и что, а не просто так, какими домыслами пользоваться. Вот эти обряды сжигания, давай немножко отвлечемся, все же в народной культуре они сохранили определенную память о себе, и вот, допустим, в Рязанскую область, и в Логоцкой области. До нынешнего времени, еще в 20-м столетии, и сейчас в Рязани есть, на поминки обязательно приносят полено, полено приносят, ну, чтобы огонь зажечь, вот так вот объясняет. У нас принято на поминки приходить с поленом. Вот так. То есть, такой отголосочек явный. Да, отголосочек явный, да, отголосочек явный. Вот. Ну что ж, хорошо, это такое интересное замечание. Так, и все-таки к Мишке вернемся, так он себя назвал. А почему одежду умершего надо отдавать или сжигать? Ведь раньше просто складывали в сундук, и правнуки могли посмотреть на все эти вещи. Миш, мы, во-первых, говорили про то, что с умершего одежду, когда снимали, перед тем, как его уже подготавливать захоронению. Вот эта одежда являлась вот той, о которой мы говорили, а не просто одежда, которую носила там бабушка или дедушка. Я отвечу на этот вопрос. Это, да, этот вопрос Михаил, видимо, не все нас слушал. Мы говорили про смертную погребальню, а смертную именно ее могли по воде пустить, ее могли сжечь, ее могли, как говорится, захоронить, и ее могли дальше использовать. Вот. Много очень было, как говорится, вариаций на эту тему, а, кстати сказать, если дальше эту тему одежды развивать, то оставалась семья, допустим, умершей, у него было много одежды, ну, которая вообще осталась у него, но сороковой день она вся раздавалась, она раздавалась, вся кому, что нужно, тут и забирал себе. Это такой был, так скажем, вот, обряд. А часть одежды, поэтому она сохранялась, она сохранялась, а часть одежды, допустим, если убирала великая богиня-мать, баба умирала, то родовые одежды, порождающие, красные, она отдавала своим дочерям или племянницам, или кому-то либо по бабьему колену, именно по бабьему колену, то есть те одежды, в которых она рожала, зачинала, не рожала, а зачинала, вынашивала детей, так скажем, в которых она сотворяла вот людей, эти после 40 лет или после выдачи старшей дочери, они ей передавались, то есть родовые, родильные, родовые, сотворяющие одежды, они, конечно же, переходили из рода в род, и мы об этом с вами как-то, по-моему, во время родокона свадьбы об этом говорили. И надо здесь отметить, что вот Василий Васильевич много сегодня задавал вопросов интересных, а ведь в его краю, я знаю из его мест, несколько ансамблей фольклорных, где женщины выступают в одеждах, в которых выступали и жили, вернее даже не выступали, и матери, и бабушки, и прабабушки, и они до сих пор их носят, то есть эта передача по роду, она сохранилась, вот как раз такая ноская одежда, праздничная одежда, выходная одежда, она не сжигалась, она, если была в хорошем состоянии, она складывалась в сундуки, и потом раздавалась, передавалась как наследие своим дочерям, своим внукам, внучкам, по роду, да. Да, но я здесь хочу сказать то, что сегодня мы видим в обиходе, когда у нас приезжают бабушки, допустим, с русского севера, там, ну сколько там, 80 лет, а это говорит, она выступает со сцены там, в Александровской лавре, а мне 91 год, и она стоит в девичьей повязке, то есть вот эти одежды, да, вот такое поведение никогда не допускалось, это только пошло в советское время, вот это а-ля ПРУС, так скажем, надеть на себя то, что я, мол, вот такая ясякая, ну, это нельзя, это точно так же, как, допустим, генерал, на собрании, говорит, старших офицеров, когда он вышел там запас в отставку, вдруг он придет, оденется этим самым лейтенантом, да, или курсантом, или курсантом, то есть это, ну, это просто неприлично, да, так скажем, ну, это так нельзя делать, или пожарником оденется, или еще что-то, как бы, но это будет уже, так скажем, святки, это святки, это уже... Ну, ты знаешь, здесь, наверное, преследует цель те женщины, которые выступают, чтобы показать все варианты, как они носили, а не за того, чтобы святотавствовать, а просто вот, ну, так одевались. Другое дело, что само собой, само собой, естественно, это смотрится, ну, несколько необычно, когда на пожилой женщине девический какой-то наряд, или части девического наряда. Я скажу, что еще в 90-х годах, или в конце 80-х, Вологодский сочинитель, ученый, Быков, если не живая с фамилией, он об этом писал, с горечью в словах, что вот сейчас вот это пренебрегли, и, говорится, баба рядится в девичье, старуха рядится в родославной одежде, поют и пляшут, потом еще вообще одевается в непонятно чего, своим пренебрегает, а одевается в сарафанах, которых вообще в русской такого крови, такого цвета, для такого возраста не существовало. То есть, вот этот аляпрус, это, я думаю, я называю это аляпрус, да, не алярус, аляпрус, вот это вот ляпы, это делают специально под воздействием темных сил, чтобы все вот это, вот так скажем, смазать. А так, вот приезжаешь, вот в Белгородской области, я посмотрел старые фотографии, в музеях там хранятся, в семейных, как говорится, архивах, вот, там хор поет, поет хор, села подсередние, там парни одеты, как говорится, парни-мужики, мужские, девки, девичьи, бабы, в бабе, там это прям сразу видно, пожилые, они совершенно, как говорится, бессорога-кокошников, а старухи там, в рогатых кичках, то есть, вот там сразу все видишь, вот, да, это именно подлинный народный, и у них, кстати, отношение вот это, к одежде, и сегодня сохраняется такое. Ну, ты знаешь, я хочу немножко заступиться, все-таки, за тех фольклористок, которые, и фольклористов, которые выступают на сценах, знаешь, знаешь, почему, не, знаешь, почему, я сейчас объясню, дело в том, что, когда стала разрушаться наша связь, древность молодых и пожилых поколений, то в этом случае бабушкам приходилось выступать и петь, показывая те обряды, которые были, ну, скажем так, от рождения до смерти, вот целые спектакли даже снимались, телевизионные есть, где бабушки сидят, и вот они поют, вот так рождались у нас, вот такие песни пели, вот так вот, там, младенчестве, вот так вот замуж выходили, вот так вот там плакали, вот так вот жили в быту, вот так вот умирали и так далее. Естественно, что когда молодого поколения, которое могло бы поддержать песнями, уже не было, то бабушкам приходилось, как сказать, выкручиваться из этой ситуации и петь и за молодых, и за средних, и за пожилых. Естественно, что и одевали на себя все, что есть. Поэтому здесь вот, я так не стал их ругать, все-таки пробуждают они что-то. Другое дело, что хорошо бы, если бы они, например, не просто выходили на сцену и пели, одевшись, например, во все, что не попадя, а могли бы выяснить, вот на этой женщине, пожилой, одета вот это, вот это, что ей не свойственно было. Это одета специально, чтобы продемонстрировать просто варианты одежды. А вот это, вот это, вот это. А вот это, если бы так это хотя бы рассказывали, то было бы очень все здорово. Но, к сожалению, рассказов таких нет, а просто идет выступление. И когда очень все наляпано, как ты говоришь, а-ля прус, то тогда вот и получается такая каша в головах у тех, кто слушает и смотрит. Алексей, это, так скажем, вот это, когда баба или старуха, ей уже 80 лет, вот, ее по лицу видно, и она одевается в девичье или в бабье одежье 20-летнего возраста, ну, это просто не смотрится. Она во всем ярком, она просто смотрится, как индюшка, как индюк, вот, именно как индюку, кукла реженная, да, кукла реженная. Не, именно как индюку, у которого вот это вот отвисает, вот это вот морщинистый, да, и вот старуха, ну, есть некоторые и снимки, и в интернете, надо надевать, и в книжках, вот так вот, и их эти самые исследователи, они не понимают. Исследователи не понимают, вот, в прошлый раз мы говорили, я не сказал про печальную иноцветную одежду, я мало затронул этот вопрос, допустим, чернавская крестьянская родовая культура, там за три года в культуре существовало сто двадцать восемь печальных занавесок, передников, каждый со своим знаком, сто двадцать восемь, вот насколько была, она и сейчас сохраняется у них, насколько сильная духовная культура, приезжаешь в город Михайлово, вот сто километров от Чернави, там говорят, о, чернавцу, о, они говорят, это самый, снег, говорится, снега зимой не выплесишь, но такая, говорится, есть вот, присказка у русского народа, вот они такие вот, как бы, режимистые, режимистые, но они берегут, стерегут свое, вот, и у них вот такая развитая культура, одежды, как говорится, для каждого возраста, все, они уже, они четко сейчас говорят, бабе сорок лет, в красный не лезет, все, запрет стоит, но это потому, что разрушает самого человека, душу его разрушает. Ну, это понятно, я всего лишь выступил, как защитник, с точки зрения, объяснить, а почему так случилось, естественно, что это неправильно, это неправильно. А они это, вот, кто это делает, они совершенно под другими воздействиями находятся. Ну, может быть. Ну, хорошо, давай еще два вопроса к нам поступили, разберем, вопросы больше не принимаем. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Я где-то читал, что пока материальное тело не превратится в прах, душа не может улететь на небо. Много одаренных людей, которые упрятаны в каменные мешки, склепы, выпадают из оборота воплощения. Я был в Киеве, в Киеве, в Печорской лавре, там много таких мумий. Интересно, они еще на нашей земле? Благодарю. Ну, и опять же, мы сказали, что это не совсем вопрос сегодняшней нашей передачи, но если хочешь, ответь. Не, ну, можно ответить на этот вопрос. Я частично его затронул, просто сейчас немножко расширю, что в русской народной культуре считается, что окончательная связь с этим светом, окончательная связь мысли к телу своему, к захоронению, она прекращает только через 300 лет бытия. А до этого она прилетает на свою могилу. Для нее лежит там камень, мы проедем сейчас по многим областям, и сейчас они лежат, вот на этот камешек прилетает, и, как говорится, общается с предками вот в определенные дни. То есть вот эта связь, поэтому за 300 лет, я думаю, все может истлеть. Другой вопрос, есть люди разные, люди разные. Если мы смотрим Киево-Печорскую лавру, то там особые условия, наверное, да, насколько я слышал. Вот. А во-вторых, есть святые, там есть святые, а святые, они могут и не тлеть. То есть у них настолько они, так скажем, проявляют себя в этом мире, настолько они являются заступниками своего рода перед Богом, перед теми мирами, которые ведают жизнью на земле, что они вот эту связь, видимо, осуществляют более длительное время, если опять же судить по Киево-Печорской лавре, по мощам, как говорится, русских святых. Вот. Я думаю, это вот из этого сходит. О связи 300 лет для, как говорится, обычного человека, ну, тот, который умер смертью от Бога, 300 лет, это вот, так скажем, предел. Я вспоминаю рассказ интересный в этом отношении, еще слышно и в детстве, рассказывали у нас в моем родном селе. Вот, говорит, люди тогда шли, значит, мужики и заспорили. Эх, посмотреть бы, а что будет у нас через 300 лет? Ну, вот, такое число называют. Вот это рассказ, как говорится, в нашей культуре, вот с детства он мне слышно. Что через 300 лет? Ну, и тут их услышал Бог, так вот говорят, их услышал Бог, и, говорит, подумал, ну, что, раз ты хочешь, как говорится, тогда увидишь, и мужик лег и уснул, и 300 лет спал. Через 300 лет он просыпается, просыпается, открывает глаза, проснулся. Ну, ему говорят, а ты 300 лет спал? Ну, хорошо, 300 лет он вышел, смотрит, и никого не узнает. И этот стрелец незнакомый, этот незнакомый, этот его не видит, это про него не слышал. И вот он так походил, походил, и говорят, да нечего сесть больше, ничего интересного нету, надо, говорят, уходить к своим родственникам. И ушел. Вот так. Вот опять число 300, это очень интересное число, которое я часто слышу, вот, как говорится, в рассказах среди русского народа. Среди родственников. Когда вот говорили про Киево-Печорскую лавру, про святых, про мумии и так далее, нетленные мощи, ты знаешь, мне вот так в голову приходят мысли, если бы все так было просто, если бы вот это заступничество, оно существовало, много бы гадостей не творилось бы в нашем мире, и в частности в том месте, где в Киеве сейчас это все находится. К сожалению, к сожалению, мы видим несколько обратное. Ну, да ладно, не нам это судить. Извините, я как бы это затронут очень интересные вещи, и сейчас ведущие люди по этому поводу говорят очень внятно и понятно, и мы можем это найти в интернете, как говорится, в выложенной ролике, ну, в частности, Петр Григорьевич Зорин, неизвестный русский мыслитель, врач, знающий, ведущий человек, он говорит так, Так что, да, то, что творится, это не совсем, как говорится, хорошо, но, говорит, это творится в те дни, и здесь он, очевидно, сходится во многом, как говорится, с известными точками зрения, что, говорит, вот эта вся, перед тем, как пену снять, она должна быть всплыть наверх. То есть, вот эта вся грязь, она должна быть проявлена. Вот эти все недостатки в человечестве, среди людей, среди родов, они должны быть проявлены. И поэтому Бог, Бог дает им проявиться, чтобы мы видели, вот она существует. Вот сейчас существует, извините, педорастея на Западе, и они пытаются нас еще учить, и они нас хотят сделать, извините, сооружение педорастами. Вот, они говорят, давайте вот законы принимайте, давайте, чтобы у вас были все эти голубые, чтобы вы их охраняли, обороняли, а не как в Казахстане сейчас принят закон о их кастрации химической, да? Вот, подписал после вчера Назарбаев этот закон. Вот, то есть, вот, русский исконно-православный мир, русский православно-христианский мир, все славянские миры вот это дело не признают и не хотят признавать. Но мы видим, мы на их примере видим, что вот эта грязь вся сейчас полезла. И придет время, когда эту пену, пена эта будет, когда она полностью, как говорится, выплавится, собьется в кучу, и она будет убрана. И в Киеве, и в Минске, и в Берлине, и в Лондоне. И в других местах, понятно. Ты когда стал это, ты когда стал говорить про поводу химической кастрации, там дополнение такое шатливое. А помимо химической кастрации было принято еще решение, заливать дупло цементом. Ну ладно, и последний вопрос. Это законодательное решение сегодня принято, как говорится, на государственном уровне в Казахстане. Тут что мы будем? Тут еродствовать и шутить. Место не для шуток. Да тут не до шуток уже, тут пора уже и это делать, и другое. Да, это уже будет осуществляться. Хорошо. Мишка вопрос задает. Последний вопрос на сегодняшнюю нашу встречу. «Недавно было написано, что через год уже душа очень далеко, и смысл приходить на погост с едой, именно с едой, здесь ключевое слово. Нет. Что вы по этому поводу думаете?» Ну, я по этому поводу могу разное думать. Но есть русская народная культура, которая утверждает, и которая, она, есть закон русского духа, но в нем есть определенные различия. Допустим, для северно-великорусов, там, да, действительно считается, что родителями статус в категорию родителей душа умершего переходит через год. И там последние общественные поминки совершаются вот на год, на годовщину. А у южно-великорусов три года. И эти различия есть. Так что здесь точка зрения, она совершенно правильная. Потом души могут быть разные. Души могут быть разные. Я уже говорил об этом. Есть душа, которая может забрать все других свои, других два тела, которые способствовали приобретению ее опыта. А есть, которая не может это забрать. И, видимо, уход был совершенно в разное время. Поэтому это, в общем, в народной культуре и в законе русского духа это хорошо прописано мной. Ну, то есть, я как бы вот это самое в книге прописал, а в русском народе это хорошо известно. Ну что ж, вопросы мы с тобой все исчерпали. Поговорили, так скажем, на свободную тему. Рядом с той темой, которой была заявлена, переход в иной мир. И, наверное, надо заключение что-то сказать нашим радиослушателям доброе, вечное. Уважаемые сударь и сударыни, мы закончили вкратце обсуждать родоконы, основные родоконы, основные переходы в самом общем виде закона русского духа. И что проясняется? Ну, проясняется для меня очевидно, что, несмотря на то, что слушают люди, ведущие много, много очень знающих людей, понимающих, все же я благодарен за то, что люди задавали очень сильные вопросы, очень сильные вопросы, это приятно их слушать, на которые не всегда я мог дать ответ, потому что наука, или мне она недоступна, эти знания в науке, или просто их не существует в большинстве своем. Вот я за это благодарю слушателей. Но я думаю, главное, что мы должны сделать для себя вывод, что русскую народную культуру нужно изучать. Это очень глубокое явление, которое намного глубже тех учений, которые сегодня нам иногда навязываются со стороны различных религиозных течений, различных философских течений, западных, может быть, даже отчасти псевдовосточных. Вот. Мы должны понимать, что русский народ – это стержневой, ядерный, ключевой народ на земле, на котором сегодня держится свет. Вот. Основные посылы, которые идут в божественной благодати на землю, оно передается через русских людей, через наши сердца, через наши души. Про ум я молчу, потому что ум здесь нам не помощник. Вот. И мы это должны понимать. Поэтому мы сегодня должны сохранить и возродить русский народ. Мы должны преодолеть все, сделать последующие шаги по преодолению родосгонии, которую нас в основном вогнали, конечно, очень жестко в 20-м столетии. Мы силы тьмы должны отодвинуть в сторону. Сразу говорю, что силы тьмы существовали и все время будут существовать, как говорится, вот ходят по лесу тигр, а вот ходит медведь. Они друг друга не трогают, да, так скажем. Это образно говоря. Вот. И там все живут. Вот так и в этом мире. Все должны жить, но все должны знать и понимать, какова судьба ихняя, каково миропонимание ихнее. И, так скажем, слабых не обижать. И, собственно говоря, русский народ – это тот державно-государственный образующий народ в мире, который не уничтожил ни один народ. В отличие, допустим, англосаксов, которые уничтожали десятки народов в этом мире, которые прекратили свое существование благодаря ихней жестокости, благодаря тому, что они ведутся силами тьмы. У них, определенно, многие рода ихние сегодня перешли на силу тьмы. И поэтому нам уже сегодня стало очевидно со всех позиций, в 18-м, 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, 19-м, да и 20-м столетия, если они хотели уничтожить всех славян, так скажем, у них это маниакальная такая черта, которую они хотели через нацизм осуществить. Вот мы должны понимать, что мы есть мы, они есть они. Восток есть Восток, Запад есть Запад, а Россия – это самодержавное государство. Она держит дух, она держит свет на этой земле. Вот когда мы будем эти вещи понимать, тогда мы будем на всех смотреть ровно, спокойненько и, так скажем, не ждать подачек от них. Потому что наши предки всегда держали себя в духе, наши предки всегда защищали себя, помогали слабым, как говорится, гнали силу тьмы на свои миры, возвращали их. Вот, поэтому нам нужно сходить из этого, из своей самодостаточности. А если мы хотим стать рабами, силами тьмы, то я думаю, в этом вопросе совершенно никакого усилия не надо прикладывать. Нужно просто сказать «Я раб тьмы», и тут же к тебе прибежит завтра хозяин, как в русской народной культуре говорят, раз ты продал душу, в сатане все, как говорится, в человека вселяется сатаненок, и он же им управляет, а душой питается сатана. Вот эти вещи просто нужно знать, что глубины русской народной культуры, культуры сегодня наука, только пытается к ним подойти и понять их. Поэтому вот это понимание, что мы многое утеряли, так скажем, в общественном сознании, в общепринятом научном понимании, в каких-то течениях, так скажем, смотрим свысока на русскую культуру, мы ее просто не знаем. Вот это мы должны осознать. А когда мы это осознаем, тогда мы станем крепче в этом мире и будем стоять так, как стояли наши предки, наши рода и весь наш народ, славяно-русский. Благодарю вас за внимание. Благодарю тебя за столь пламенную интересную речь в концовке. Мне сложилось такое впечатление, что эти передачи, которые у нас здесь были, они, в общем-то, обоюдно интересные, обоюдно полезные не только нашим слушателям и мне, но еще и тебе, потому что вот эти вопросы, они, наверное, тебя тоже на что-то так натолкнули. И вполне возможно, скоро увидим научные новые работы с твоей стороны, которые вот благодаря, надеюсь, нашей помощи у тебя в голове так зародились и скоро появятся на свет. Ну, это такое пожелание. Вот. И, естественно, присоединяюсь к тому, что ты сказал, нам еще изучать, изучать и изучать очень-очень много в нашей древности, потому что допустили мы, к сожалению, многого не того, что нужно, и восстанавливать. Кроме нас некому восстанавливать, друзья мои. Так что берем мозги в руки, направляем в нужное русло мысли и восстанавливаем нашу древность, нашу культуру. Ибо без этого нам трудновато будет. Не то, что жить, трудновато будет выживать. Пришло время за Россией. Пришло время России подниматься. Без нас это не получится. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 апреля 2016 года пятница, по одному из старинных 11-й день месяца посева на речении 7524 лета четверик, мы говорили о радаконе «Переходе в иной мир». Павел Иванович Кутенков, наш главный соведущий. И мне остается только вам пожелать всего самого доброго и попросить, чтобы вы присылали заявки на новые передачи, в том числе и к Павлу Ивановичу, о том, что какую бы тему вы хотели еще рассмотреть. И обратите еще раз внимание о том, что книги пишутся не просто так, книги пишутся для того, чтобы вы их могли приобрести, могли их изучить и на основе полученных данных делать какие-то выводы. А не просто так, о, кто-то что-то говорит. Нет, это подход не наш, не славянский. Мы сначала должны вникнуть, посмотреть, а потом уже делать выводы. Итак, прощаюсь с вами. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся.